немножко пару слов о себе для тех кто меня не знает ну давайте познакомимся зовут меня орха в частности разработчик один из вас уже лет 15 и успел поработать с разными технологиями в разных конторах там много всего было и за эти 15 лет самый важный наверное я сказал бы последний годика 3 который полностью прошли в украине на самом деле украине больше вот и за эти годы именно участвовал в разработке микросервисных проектов в том числе общался с ребятами которые также участвуют микросервисах были тренинги консультации разные вот дискуссии в итоге набрался определенный опыт которым вот сейчас делюсь с ребятами потому что для многих микросервиса это что вот просто позволь классное слово для кого-то микросервиса опять то же самое на самом деле вот сегодня просто хочется раскрыть тему разрабатываемые монолиты или мака микросервисы в чем тут как бы суть почему из одного стоит другой уходить или наоборот почему откуда куда в какую-то сторону не стоит уходить и большей частью этот опыт будет связан именно с последним годиком когда в очередном стартапе в своем проекте решили с ребятами со своей командой свои знания вложить именно сделали то как мы это считали и только мы это считали не так как оно было где-то написано как мы считали в принципе в итоге закончил с тем что по сути современные best practice опять-таки же с этим совпадает и вот с этим багажом знание хотелось бы сегодня поделиться более того жду от вас вопросы ждут троллинговые вопросы потому что нужно поспорить спорте со мной не соглашайтесь и тогда мы сможем может быть даже что-то новое вместе ну не то чтобы придумать но прийти к чему-то новому еще вот итак в первую очередь предлагаю начать с того что просто давайте вспомним в чем суть монолит монолитовая архитектура что такое монолитно у нас есть какой-то клиент который подключается приложению приложение есть наш один единственный сервис у которого также есть одна там большая какая-то база данных еще называть этом сайлу database есть определенные иногда для кого-то мифы легенды для кого-то просто чистая голая правда что касается вот таких систем какие они есть давайте разделять вот сейчас пойдут слайды будут что-то будет что-то написано зеленым цветом что-то будет красным цветом написано по сути мы сейчас просто накинем с вами определенную информацию долго не обсуждаю а потом поэтапно будем говорить о том что как по нашей теме это все имеет какую-то цену и в какую цену это нам может обойтись и почему в каком-то случае стоит делать это или не стоит в первую очередь про монолит что можно сказать самое важное самое главное считается что легко разрабатывать такие системы как думаете легко вообще разработать монолит почему человек уже готов поспорить по факту условно можно сказать что все сложно что состоит более чем как минимум из одного шага сложно то есть одно на другое складывается но легко с той точки зрения что давайте вспомним инструменты разработчика самый простой вариант открыли движку начали писать код заранее еще я выбрали фреймворк и начали вбивать в этот каркас свой код бизнес-логики что-то скомпилировали сбил деле запустили она работает по факту это проще чем что-то что включает себя множество модулей то есть это можно считать правдой относительно того что но можно начать дальше пойдет вопрос того что как мы будем это деплоить в том числе монолита мы считаем тоже относительно легкими к депло для депломента то есть это что один артефакт который мы собрали куда-то пропихнули на какой-то сервак и запустили и все работает будь что варка джарка экзешка смотря какая система какая платформа ну я буду больше ориентироваться на java платформу но если вы захотите там будут вопросы не java тоже можем обсудить и такие совершенно считается что в общем якобы легко масштабировать но по факту поставили load balancer какой-то там nginx или что-то еще и за ним размножили единственный вопрос первый вопрос который возникнет это состояние если сервис был стоит листа в принципе ок как бы можно однако что будет если команда которая разрабатывает этот монолит резко вы разрослась много стало девелоперов много стало команд мы поделились в первую очередь приложение тоже выросло и возможно в какой-то момент станет сложно его просто понимать слишком много кода вот тарас во время ревью нашей презентажки такую хорошую идею подкинул такую фразу мохнатый волосатый монолит где вот все вот так вот завязано и давайте разберемся мы что-то начинаем разбирать получается там много зависимости что-то изменяем оказывается не так все легко в том числе среда разработки которая у нас запускается но отчасти она начинает чуть медленнее работать больше ресурсов ресурсов да конечно я понимаю там у кого-то из macbook года windows там 16 гигов памяти у кого-то 4 гига памяти или просто на работе вы далеко потому что новый испортился временно старый в общем итоге в любом случае понижается эффективность разработчика каждого потому что с большим количеством кода работать больше процесса больше времени тратить на то чтобы это все запустить сервер environment на который мы деплоимся тоже отчасти эффективность падает потому что больше времени как минимум на запуск ну рестартануть сервис монолитный большой мохнатый волосатый это может занять там 50 секунд 2 минуты у вас было когда-нибудь с какой-нибудь там приложение которое запускался минут 10-15 у меня было у меня было на java enterprise под веб-лоджиком такое страшное я не понимал как такое может вообще быть там еще был spring поджавая под под веб-лоджиком но на самом деле был spring ну было такое потом все поправили и когда мы начали это поправлять первый классический момент вы хотите что-то одно изменить одну компоненту подправить потому что видите вне проблему а ведь нужно перед и плоть все если это вот цельный монолит масштабирование которое якобы казалось бы простым на самом деле усложняется и мой любимый вот принцип парето на самом деле нужно всего лишь масштабирует 20 процентов системы но чтобы это сделать в 80 процентов времени просто этим занимайтесь не всегда но бывает такое то есть извиняюсь да это я уже проговорил то есть мы не можем масштабировать отдельно компоненты которые хотелось бы и не только потому что это монолитное приложение даже если мы какой-то компонент как-то вот правильно организовали ход мы его можем масштабировать как-то саму по себе вот вы даже выделили его в со но как сервис отдельный база данных она что же одна единая было а что если вот из-за базы данных все равно но больше сервиса базу кто будет масштабировать то есть в любом случае есть какие-то камни преткновения и в общем это все приводит к тому что команда разработки или команды наши разработчики тоже становятся зависимыми друг от друга мне нужно вот тут что-то изменить а вам нужно что-то там-то делать но мы не можем без друг друга сделать я завязан на те изменения они дотрагивают мой кусочек кода вы завязаны то другойblocks завязанно мои изменения в итоге очень большая зависимость и даже если кто-то что-то сделал, выйти, что-то задеплоить, что-то закоммитить. То есть без друг друга никак не получается. И приводит это все еще дополнительно к тому факту, что мы привязываемся к технологическому стеку. Если мы начали монолит условно на каком-то фреймворке, то мы к нему привязаны как минимум на пару месяцев, если мы захотим его резко поменять. И скорее всего мы даже его не поменяем, потому что для чего-то одного, чтобы что-то поменять, чтобы какую-то фичу заделиверить, используя какой-то инструмент, который больше для этого подходит, мы не будем переписывать тупо все. В итоге просто все будет так идти, 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 идти. И вот это приводит к тому, что старые технологии живут по сей день. Если все это учесть, в принципе, когда мы говорим о том, что вот просто слово «микросервисы», типа вот все это плохое, в какой-то момент, у-ху, мы решаем это микросервисами, якобы типа все весело. Вот тут я специально зачеркнул слово «микро», потому что, ну вы поняли, микросервисы не всегда есть микро. И якобы как бы оно есть решением всему, но на самом деле это вообще не панацея. И я бы вот, я предлагаю вспомнить вообще, что такое микросервисы, как это выглядит в сравнении с монолитом, да? Мы делаем то же самое, только разделились на модули. По сути, если монолит правильно написан, это бы уже там были модули в коде, мы просто их как отдельные сервисы запустили, как отдельные услуги в нашей сети. И клиенты подключаются через какую-то точку входа, используют всю логику, которую у нас там есть, где-то даже базы разделили. И давайте наоборот сделаем. Не с плюсов пойдем, а теперь с минусов. Ну, понятное дело, да, дураку понятно, что если я говорю микросервисы после монолита, после стольких минусов, значит, я хочу сказать, что оно решает эти проблемы. Ну, в чем проблема может быть? Во-первых, сеть. У нас все работало in memory, все было в памяти, все было классно. Но как только мы ушли в сеть, ой, а теперь могут быть проблемы с сетью. То есть нам уже рук программистов не хватает, нам нужны ребята, которые будут еще сеть помогать нам настраивать. Дополнительно усложняются юзкейсы, которые требуют, там, ну, самый простой пример, транзакционность, которые требуют использования нескольких сервисов в одной опряжке. Как это сделать, какие решения, старые, новые, какие у нас варианты. Но как бы мы не решали бы, это намного сложнее, чем если это был бы просто monolith, begin transaction, commit rollback. Согласны? Деплоймент. Ну, задеплоить один монолит удобнее, чем, внимание, задеплоить пять монолитов. Каждый сервис – это еще один монолит. Ну, микросервис – это… Видели когда-нибудь такую красивую картинку в интернете? Я верю, что вы видели. Монолит – большая такая какашечка улыбающаяся. Микросервисы, много маленьких какашек улыбающихся. Видели? Вот. То есть, условно, они стали меньше, но это вам не мешает, в принципе, как бы их написать так же, как тот большой монолит. Но плюс есть – они стали меньше. К чему это приводит? Легче разобрать код. Кроме того, что они стали меньше, кроме дополнительно к тому, что мы можем легче с ними разбираться, мы можем устроить деплоймент, в котором эти сервисы без друг друга могут деплойиться, независимо друг от друга. То есть, если мы говорим о какой-то сервис-ориенте или классической соу-архитектуре, тогда независимость не обсуждалась в те годы, в те времена, да, конец 90-х, начало 2000-х. Сейчас это важная независимость. Если есть независимость, то мы можем сказать, что мы на шаг ближе к тому, что есть микросервисы. Легче будет, конечно же, масштабировать разработку, не solution, а разработку. Вот для меня это важнее, потому что масштабировать solution, ну, понятно, если у вас разные сервисы, ну, окей, масштабируйте каждый из них по отдельности. Разработка. Легче набирать людей в команду. Они быстрее могут разбираться с этой какой-то шнягой, которая является одним отдельным сервисом. И так фича за фичей, независимо. Легче делить эти сервисы на разные команды, которые будут в рамках одной команды, там по несколько сервисов разрабатывать, независимо друг от друга. Изоляция сервисов друг от друга в том числе приводит к тому, что если, ну, JVM, да, там, out of memory error, на монолите, весь монолит упал. А так у вас разные JVM, разные виртуальные машинки. Одна упала, ну, черт с ней. Другая часть системы работает. То есть вот сломали один палец, у вас все равно все работает еще. Ну, человеческая рука – это идеальный пример. Пять пальцев, по 20% на каждый палец. Один палец убрали, у нас 80% системы работает. Не, ну, смотря какой палец, конечно. И, в общем-то, это все приводит к тому, что типа все круто, классно, но работы становится больше. Вы обратили внимание, когда я начал говорить о микросервисах, я начал говорить разработчики, команды, масштабирование команды. То есть чем это все чревато? В первую очередь мы за это платим. Если это наш заказчик, ну, пускай платит, пока платит, работаем. Если это наш проект свой, а сколько у нас бюджета на все это? А время? Сколько мы времени потратим на то, чтобы разработать микросервисное приложение и чтобы разработать монолитное приложение? Я не говорю о том, что микросервис лучше. Я просто говорю о том, что задайте себе этот вопрос. В разных случаях ответы будут разные. И люди. Кроме ресурсов финансовых и ресурсов временных, есть люди. Я специально говорю не ресурсов, а именно люди. Этот человек, разработчик, QA, DevOps, который тратит в день 8 часов, купленных у него, на работу в этом проекте. Сколько людей, а точнее сколько времени, человека времени, заблокируется просто потому, что нужно кроме разработки софта еще думать о всех тех сложных моментах, которые появились в микросервисах. Вот сейчас я вам скажу, микросервис это круто. Но задумаемся, сколько всего мы потратим. Вот сейчас я хотел бы с вами перейти в следующую секцию, где мы обсудим нюансы, детали перехода с монолита на микросервисы, какие у нас будут там best practices, worst case, какие там подводные камни и в каком случае цена будет меньше или больше, которое мы за это заплатим. А в общем-то у вас будут эти три фактора вместе. Это минимальный набор, джентльменский набор, затрат на проект при использовании микросервисной архитектуры. Деньги, время и человека время, люди. Итак, что мы можем предложить, когда мы говорим о микросервисной архитектуре, процессу разработки? Два кейса. Первый кейс – это у нас есть уже монолит, и мы хотим его увести в микросервисы. Или считаем, что это правильнее, или давайте попробуем, или еще что-то. Но просто принимаем такое решение. Какие у нас могут быть плюсы, какие подводные камни. Второй кейс будет, если мы с нуля начнем. Давайте сначала обсудим рефакторинг, редизайн существующего монолита в микросервисе. В первую очередь, мы улучшаем масштабируемость. Ну, это бесспорно. Вот все минусы, плюсы в сторону, масштабируемость точно лучше будет. Каждый компонент может отдельно масштабироваться. При этом мы масштабируемся и на уровне сервисов, и на уровне баз данных, если все это разделить красиво, о чем мы поговорим. Мы также улучшим разработку тем, что сервисы будут более decoupled. Если они будут decoupled, независимы друг от друга, то можно каждый сервис просто разрабатывать и развивать независимо от другой части системы. Если условно API, с которым, с ним, через который с ним общаются, поддерживаются и дальше, то внутри в коде мы можем делать все, что хотим, независимо. Новых сотрудников набирать намного легче. Неважно, это QA, DevOps, Support Engineer, разработчик. По сути, пришел новый человек, ему дали какую-то задачу. Эта задача в рамках, если какого-либо одного сервиса, а новичкам все равно мы попроще начинаем давать, то ему нужно разобраться только с кодом этого сервиса. И он якобы должен быть, по идее, меньше, чем большой монолит. Правильно? В случае же, если мы все-таки, у нас нет монолита, вот мы просто в параллельный кейс, когда мы с нуля разрабатываем и принимаем решение, вот начинаем с нуля и разрабатываем микросервисную архитектуру. Тут есть один маленький нюанс. Как правило, чтобы разработать микросервисное приложение, нам нужно задуматься о многих факторах, которые мы дальше обсудим. И по сути сделать то же самое, как мы по-правильному должны бы делать в монолитных разработках. То есть архитектура, дизайн системы, создать пакет документов, в которых описано все про эту систему, все расчеты, какие там сетевые кабели вплоть до этого будут, как данные будут гоняться, какие нагрузки будут, что куда как будет подключаться, какое API будет. и когда это все есть, разработчик остается просто взял, написал код и готово. То есть думать не нужно. Но так бывает у вас? Знаете, это Neo Matrix has you. Матрица тебя поимела, Neo. Как бы так оно должно быть, но по факту как бы я не помню, когда оно так было. И есть у нас вот как в Матрице две пилюльки. Красная и зеленая. Э, синяя. У меня после вчерашней ночи зеленая. Красная пилюлька как бы это вот то, что мы обсудили, есть зеленая пилюлька, которая говорит о том, что а давайте сделаем эксперимент. Вот скажите мне, вы открыты к экспериментам? Кто открыт к экспериментам? Причем я не скажу, к каким. Я не предупредил, ребята вот как бы очень смелые. Девушек я не видел, конечно, которые подборили руки. А, есть одна девушка. Так. Об этом поговорим на кофе-паузе. Вы этого не слышали. Да. И вот эта зеленая пилюлька, я говорю именно о том, что а давайте напишем монолит, чтобы получить плюсы монолита. но разработаем микросервисное приложение, чтобы получить плюсы микросервисного приложения. Как это можно сделать? Давайте пока у нас нет полной информации о том, что как должно быть, начнем просто с чего-то одного. Открыли ДЕшку, начали разрабатывать, запустили. Оно работает. В тот момент, когда вы считаете, что это надо уже разделять, грубо говоря, какой-то там Dev Environment или даже QAU близимся, по чуть-чуть можно отпачковывать просто микросервисы. Делали так? Да. Женский голос прозвучал. Есть. Увереннее. Мы в одной команде, я тоже так делаю. Итого, просто нужно задизайнить приложение в голове с мыслью о микросервисах. Но при этом начать с монолита. И если мы так сделаем, просто обратите внимание, было два кейса. Существующий монолит за рефакторить, редизайнить или начать микросервисное приложение с монолита. В итоге эти оба кейса вливаются в один кейс. Как вывести монолит в микросервисы? И если это с нуля проект, как правильно задизайнить этот монолит, чтобы он был, я скажу, неправильным монолитом, но готовым к правильным микросервисам? Для этого нужно в первую очередь, ну, вот что такое неправильный монолит, мы походу тоже разберемся. Что такое вообще наше приложение? Из чего оно состоит? Давайте разберемся, какие у нас есть компоненты. Есть контроллеры. Что мы называем контроллерами? Я буду использовать спринговую терминологию. Мне кажется, что она очень близка к реальной жизни, как оно в принципе понятно более или менее. Контроллерами мы называем классы объектов, которые запускаются для того, чтобы просто организовать сетевое взаимодействие. То есть контроллеры, они отвечают за сетевой протокол взаимодействия. Например, одно и то же приложение может и REST API выдавать, и SOAP, и еще может быть что-то, да, там какое-то бинарное API. При этом бизнес-логики тут нет. Это security, какие-то вот протокольные моменты, там, проверочки, как данные туда-сюда передаются. Дальше отсюда. Вот мы получили запрос, теперь его нужно выполнить. Мы передаем все, что получили, десерилизуем, и передаем это сервисным объектам, которые хранят методы с бизнес-логикой, которые должны выполниться. В правильном монолите можно по-разному это делать. Есть такие толстые контроллер-методы, которые там много кода хранят, сервисные методы, все это вот инжектит от друг друга и тому подобное. В неправильном монолите я бы сделал бы так. Давайте на один контроллерный метод просто один сервисный метод. Вот один на один маппинг. Условно, у нас получается, что у нас все в сервисах. Ну, что нам нужно разработать? Бизнес-логику приложения. Вот если мы разрабатываем микросервисы, мы же делим это все на сервисы, так давайте уже в рамках монолита просто сделаем то же самое. А контроллер это просто тупой маппинг, включая security и еще другие какие-то наборы правил, как оно должно промаппиться на протоколы. И тогда, в принципе, получается, что эти контроллеры можно вообще разбить по сети в нужный момент. И сервисов просто методы по сети до отправить. Об этом мы поговорим. Третий тип компонентов я бы назвал бы репозиториями. В любом случае, независимо от того, какая имплементация и что находится. Доступ к данным. Есть какие-то данные, это может быть просто файловая система, конфиг или неважно что. То есть нам нужно с этими данными оперировать. И оперируем с ними мы, как правило, на уровне, как по лейерд-архитектуре, на уровне бизнес-логики. Контроллеров они не касаются. Добавим еще крайние компоненты. Как думаете, что может быть по краям до контроллеров и после репозиторий? Данные, с которыми мы работаем. Data-охи, data-transfer-обжекты, которые по сети передаются нашим контроллерам. Приходят, анализируем их, передаем данные дальше. И entities, с которыми мы работаем. То есть сущности. Таблицы с записями, где у нас данные хранятся. Про данные. В общем итоге, это коммуникация, тут коммуникация, тут бизнес-логика, тут данные. И как эти данные вообще-то хранятся? В монолите у нас была одна большая цельная база. Правильно? Проблема монолитов, когда мы решаем уйти в микросервисы, одна из проблем, то, что вот есть старинная такая идея, в Украине я ее на самом деле достаточно мало слышу. В разных других странах оно появляется почаще иногда. Есть такая идея, вот database-centric development называется. То есть давайте мы, например, Oracle, и там есть PLSQL. Давайте мы код там вот напишем и напишем и будем вызывать старт-процедуры какие-то. Или другая база тоже с возможностью программирования хорошими фичами. И получается, что вот у нас как бы якобы эти сущности разделены по предназначению, то есть по цвету какого-либо сервиса, который с ними работает. Однако за счет того, что у нас все внутри базы, в какой-то момент, когда мы уйдем в микросервисы, или если мы так делаем, мы же не сможем масштабировать это все. Во-первых, нужно их разделить, а из-за старт-процедур как бы мы не можем их разделить. То есть идея того, чтобы вот иногда мне задают вопрос, типа, а вот хибернейт и там подобные РМ-фреймворки, а насколько это правильно вообще использовать такую плотную толстую прослойку, когда можно какие-то SQL-ки или иное SQL-решение просто вот прямо там написать, не использовать там хибер-оджем, а использовать там просто вручную какие-то там квели. Суть не в том, какой инструмент и какой фреймворк мы используем. Суть в том, что если в базе хранится логика, якобы из 90-х она будет быстрее работать, чем если бы это делала Java или какая-либо другая программка, потому что это внешний колл, он всегда медленнее, чем локальный ресурс. Однако, если это локальный ресурс, мы зависим от этого локального ресурса и мы зависим от его возможностей масштабирования и всего остального, что мы ранее обсудили. Если мы это вынесем на уровень программки самого сервиса, то по мере того, как мы масштабируем сервис, у нас просто сущности Entity. Мы их можем физически хранить где угодно, как угодно, в каком формате угодно, получать к ним доступ опять-таки же, как хотим и масштабирование в разы больше. Поэтому, при переходе с монолитом в микросервисе я в первую очередь сказал бы, как совет, если у вас уже монолитная база данных, скорее всего, еще и SQL-ная, как минимум, хотя бы начните с того, чтобы просто разделить это все на самостоятельные схемы. Сгруппируйте эти сущности и выкиньте процедуру. Как минимум, если даже нужно ставить какие-то процедуры, храните их в рамках каждой схемы и из одной схемы в другую ограничьте доступ. В случае микросервисов, если нам нужны какие-то данные, кто ими владеет, какой-либо сервис, то есть это data gateway к этим данным, так дайте доступ через этот сервис. Нельзя лезть к этим данным напрямую. Обычный пример getter и setter методы. Возможно, в момент, когда я получаю или записываю туда данные, еще должна выполниться какая-то бизнес-логика. Если я напрямую сделаю это в базе данных, о бизнес-логике можно забыть. А у вас нет гарантии, что вы знаете, что там должно быть сделано. Вы можете считать, что я положу сейчас запись туда, а может она еще должна выкинуть какие-то метрики, какие-то другие вычисления, которые еще в другие таблицы попадут. Поэтому обязательно нужно выполнять сервисный метод. И это первый шаг. Разделите схемы. После этого ваши сервисы будут готовы к тому, что в любой момент эту базу данных можно взять и просто расчленить на разные базы данных. А это вам даст больше возможностей с точки зрения независимости, когда мы можем масштабировать даже вот эти отдельные раз-два-три базы по мере масштабирования самих микросервисов. Мы можем вообще выбрать разные базы разного формата, вообще не база, а какие-то distributed file-системы с какими-то данными в каком-то формате, просто потому, что этот формат больше подходит для решения конкретной этой задачи, за которую отвечает этот сервис. И в следующий момент, когда мы готовы к этому или уже сделали, или уже делаем, давайте задумаемся, если мы хотим сделать рефакторинг, что нам нужно? Мы ожидаем, что примерно будет DTO-шки, вот я дожду. Вот эти круги серенькие показывают монолит и монолитная база, правильно? Чаще всего в реальной жизни бывает вот так, мохнатый волосатый монолит. То есть сначала его еще нужно привести вот в этот вид. Если у вас так, то о микросервисах речи не идет. Нужно перекрестные связи минимизировать. То есть на картинке оно не совсем может быть ярко видно, потому что если мы минимизировали вот эти стрелки, должно было бы быть чуть больше компонентов, но тесто утрированно нарисовано. В итоге у вас должна остаться системка, где вот явно прослеживается, вот видите, вот это раз, часть какая-то, и тут вот ответственность части одна. И давайте подумаем, как мы можем это все поделить на микросервисы. Причем вот это правило работает не только на уровне, когда мы из монолита в микросервисы идем, вообще начинаем разработку микросервисной системы. Просто давайте начнем сначала с того, что за дизайном системы, на бумаге, на холсте, то есть подумаем, как мы это сделаем. Или во время редизайна, или с нуля. Как можно их поделить? Например, по доменной области, правильно? Серыми кругами. У нас три доменной области, условно, чисто вот в сферическом вакууме таком. Можно, ну, примерно получается по бизнес-логике, обратили внимание, но не гарантированно, что это так будет. А что, если вот пришел там Вася Попкин и говорит, блин, у меня был опыт, мы делали по single responsibility. Тут еще вот тут какая-то отдельная responsibility область появилась, и они немножко кривыми еще стали. Кто-то приходит и говорит, блин, что вы вообще мудрите? Давайте по контроллерам поделим, и все вопросы решены. Другой придет, давайте по сервисам. Можно же по репозиториям тоже создать data gateway-ные сервисы, через которые мы будем с данными оперировать, поверх них еще сервисы, то есть layer-то, архитектура. По сути, все то же самое, только каждый квадрат, ну, каждый прямоугольник это отдельный сервис. Ну, правильно ли это делать? Так. Важное правило, это контекст, ограниченный контекст каждого микросервиса, bounded context. То есть, по сути, это и single responsibility, и domain, и контроллеры, и сервисы, и репозитории. Важно понимать, что область ответственности. Если я разрабатываю, если я открываю, ну, давайте так, если я разрабатываю аккаунт-сервис, который отвечает за пользовательские аккаунты, он должен делать все, что касается пользовательских аккаунтов. Абсолютно все. не должно быть второго сервиса, который работает с пользовательским аккаунтом, потому что мы его уже сделали. Вот это имеется в виду bounded context, что я делаю только то, что меня касается, и ничего более. Но то, что я делаю, должно быть полноценно. Если я сказал, что я это буду делать, все, что касается этого, делаю именно я. Все эти работы, делегируйте мне, я все это решу. Если я не могу решить, давайте я вам предоставлю новую API. Я подумаю, как это можно сделать. И скажу вам, через недельку, разработчики разработают, добавят API, и теперь этот сервис может это делать. Вот. Но когда мы начинаем думать о том, как это все так делить, мы на это тратим время. То есть, если у вас уже есть монолит, нужно ли его делить на микросервисы? Нужно, возможно. И чтобы минимизировать расходы, которые мы на это все потратим, есть простая истина, которую вы все уже знаете. Точнее, 4 пунктика, которые я просто проговорю. И если кто-то не согласен, скажите, хотелось бы обсудить, почему, но мне кажется, что это простая истина. В первую очередь, нужно максимум все держать просто. То есть, если какие-то изменения нам кажутся, или какие-то планы кажутся слишком громоздкими, тяжелыми, сложными, давайте просто выкинем эту идею и подумаем заново. Это же, наверное, можно сделать попроще. Всегда есть вариант попроще. Да, возможно, они всегда правильные, но как минимум подумаем, какие у нас варианты. Не руководствуйтесь одним вариантом. Как минимум, всегда есть три варианта. Минимум. Можно также сказать, всегда есть семь вариантов и больше, но минимум три варианта хотя бы накидайте, не меньше. Больше можно. Ну, 3-4 варианта. Чтобы было выбрать из чего и точно сказать, почему именно вот этот один вариант и почему не другие. Чтобы можно было дискуссию завести. Второе. Желательно это делать с минимальными изменениями в коде. Не важно, с нуля разрабатываем или там меняем. Если мы меняем, понятное дело, рефакторинга поменьше. Меньше изменений, меньше багов в будущем. Если мы разрабатываем с нуля, минимум изменений в коде для меня означает то, что я выберу тот фреймворк, который даст мне возможность запрограммировать бизнес-логику. Все остальное должно просто быть готово. Я не хочу изобретать велосипеды. Все паттерны, которые мы апплаем, load, balance или там, discovery, какие-то разные. Оно должно быть готово. Зачем мне этим заниматься? Я хочу просто запрограммировать бизнес-логику. То есть и в том, и в том случае минимум изменений в коде. Что в том числе может и приведет вас к быстрым циклам релизов. То есть, если мы делаем какое-то изменение, если мы много изменений делаем, а возможно, вам нужно очень много изменений сделать, и то, что предыдущий пункт минимум кодченч, возможно, вас не касается. То есть, много изменений не нужно сделать. И мы много QA будет, ресурсы тратим свои, много людей заблокируем, много мы багов можем получить. Как мы можем избавиться от этого, чтобы вернуться сюда? Если у нас слишком много изменений в коде, как мы можем их минимизировать? Цикл релизов уменьшен. Не за три недели, а пускай будет спринт в неделю, в два дня. И в итоге вы вернетесь к этому пункту, который вас приведет вот к этому. То есть, это все с нами связано. Последний пунктик – это умение и возможность в нужный момент быстренько среагировать. То есть, несмотря на то, что у нас цикл релизов поставлен, какие-то даты, доплевать. Если QA сказал бага и нужно прямо сейчас решить, значит, нужно иметь ресурсы, чтобы прямо сейчас и здесь взять и это решить. В случае микросервисов, возможно, это будет важно. Потому что, если где-то что-то поломалось, и нам нужно сейчас и здесь это сделать, ну, часто что мы делаем? Откатываемся на старую версию, правильно? Ну, как долго мы на ней будем сидеть? Каждая бага будет нас назад откидывать? Ну, зачем? Давайте просто держать в голове, что если мы все предыдущие пункты учли, то технически мы можем быстро делать изменения. Для этого просто задачи максимум гранулярно делить, максимум мелко их держать, независимо друг от друга, команды правильно распланировать, в зависимости от того, насколько большой проект и сколько наш человек. Нас два человека, пять, десять или там десятки или сотни. Тут больше, конечно, задачи менеджмента, но вот если об этом помнить, просто вот так на листочке перед глазами, перед тем, как вы начнете разработку, это вас приведет к тому, что перед тем, как писать код, давайте просто подумаем, а не сразу идем в бой писать код. И в итоге мы обо всем сказали, все обсудили и пришли к тому, что давайте вот этот монолит порежем на куски. Как вы думаете, сколько тут микросервисов должно быть или может быть? Цифры? Сколько? Три, два. Есть вариант еще? От двух до четырех. Кто больше? По сути, вот примерно вот так. Оп. Это то, что явно прям. То есть, не руководствуюсь, ни чем чисто абстрактно. Вот, чтобы привести пример. Видите, вот эта стрелка. Вот правильно заметил. Есть как бы компонента, которые используются двумя микросервисами, если мы их разделим так. Ну, bounded context. Можно сделать же вот так. То есть, это та компонента, которая между ними. Как минимум, для начала, если это рефакторинг или если мы начинаем с монолита, разработали где-то что-то не так пошло, нужно выделить те компоненты, которые нужны всем сервисам. И, возможно, это самостоятельные сервисные компоненты. То есть, сделать вот так, добавить сервисный компонент, блок. Поверх него это сначала может быть монолитом, а потом поверх него мы можем сделать вот так. Написать контроллер и из других сервисов просто обращаться уже по сети туда. Заинжектили этот, а потом по сети просто обращайтесь через контроллер. Если один на один идут маппинги, методы, то в принципе это проще простого. И остается, условно, если мы скажем, что это три микросервиса, остается один только вопрос у меня в данный момент. Вот это база данных. Что с ней можно сделать? Условно можно вот так, правильно? На самом деле, обратите внимание, вот сюда, вот сюда. Можно и так. То есть, нет ограничения, что один микросервис должен использовать одну базу данных. Вот я специально сейчас переключаю туда-сюда. В зависимости от контекста. Данные тоже имеют контекст. И в каком-то случае, возможно, один микросервис, у которого несколько сущностей, может сказать, что эти сущности должны храниться отдельно, независимо, потому что они никак не связаны друг с другом. И один микросервис не обязательно должен работать с одной базой данных. Базой данных. То есть, он может работать с несколькими хранилищами. Давайте уже слово базы данных заменим на хранилище. То есть, это могут быть файловые хранилища, сетевые какие-то там ресурсы, это могут быть просто in-memory кэши какие-то, базы данных, NoSQL решения, то есть, неважно. Когда мы это все вот так, что мы хотим уже, мы готовы, давайте, или уже начали даже писать коды, или давайте напишем, рано или поздно вы придете к вопросу, а как это все пакетировать? Пакетинг. Ну, я для себя выделил, вот, ну, разные люди по-разному пакетируют. Я для себя выделил вот три классических варианта, которых я лично чаще всего встречаю. То есть, как вариант, можно просто использовать отдельные пакеты для отдельных типов элементов, компоненты, сервисы, там все, ну, и тому подобное. К чему это приведет? Ну, а как мы будем это делить? Если это был бы монолитный, то есть, проект, то как мы на микросоверсе поделим? Было бы комфортнее, наверное, сразу продумать это так. Выделить по bounded context отдельные пакетики и то, что общее, просто там, DTO-хи, утилитные классы, какие-то там, шифрации, там подобное, выделить в отдельный просто common пакет, который можно везде инклудить, правильно? Как еще один вариант, вариант на дурака, а давайте вообще все разделим на сервисы, а то, что общее, можно просто дублировать на duplicate code. Ну, это же возможно технически? Правильно, неправильно? Давайте говорить о том, что, помните, правильный монолит. Ну, вот это же неправильно, правильно? Это же неправильно, правильно? Ну, то есть, duplicate code нас всегда учат от него уходить, ну и логично, потому что его саппортить надо. Есть такой антипаттерн. Есть у вас шанс разработать микросервисное приложение, когда вы разработаете distributed monolith просто распределенный. В чем суть? Дело в том, что, когда мы работаем с библиотеками, то есть, по старинке, это правильно с точки зрения монолита, но с точки зрения микросервисов, каждое изменение в какой-либо библиотечке приведет к тому, что все сервисы, которые от нее зависят, нужно заребилдить и передеплоить. Что если 80% системы зависит от какой-то одной либы, которую вот прямо сейчас и здесь нужно поменять? Чаще всего это приводит вот к тому, что просто проблемы с деплойментом. Если у нас, помните, это микросервис independent deployment, это правило ушло, то это уже не микросервис, это уже антипаттерн, distributed monolith. Все правильно, только нужно эту часть исправить. И как это можно сделать? В частности, задается вопрос, вот DTO-шки, как мне с DTO-шками поступить? Держать ли их в общем пакете, но каждый раз, когда я что-то поменяю, оно будет заставлять нас все ребилдить и редеплоить. На самом деле, вот DTO-шки это самый простой пример, когда их можно просто дублировать. Что это такое? JSON-ки, XML-ки, которые бегают по сети, это же сериализация, десерилизация. Нам вообще не нужно логики писать, это просто класс с полями условно. Можно в каждом проекте создать класс с теми полями, которые нужны этому контроллеру. Причем DTO-х реально возможно было бы 10 полей, но в разных сервисах разные поля могут. Кому-то 7 полей нужны, кому-то только 3, кому-то все 10 нужны. То есть тут, в принципе, можно дублировать. Давайте про утилитные методы и классы поговорим. Например, шифрация. Ну, зачем шифрацию дублировать? Правильно? Тогда получается, что если мы это не дублируем, если мы что-то в алгоритме шифрации меняем, то все нужно поменять. Ну, все правильно. Если шифрация поменялась и она должна охватить все, то все нужно передуплоить. Правильно? Микросервисы с точки зрения дистрибьютер-монолита говорят, давайте лучше использовать все как сервисы, чем код. То есть, реюзать сервисы вместо кода. Но это не жесткое правило, а скорее предпочтительнее. Потому что, ну, мы же ушли в сервисно-ориентированную архитектуру, именно микросервисную, которая нам говорит это, что библиотеки это зависимости, а сервисы это интеграция. При этом, шифрация, это должен быть сервис, допустим, с методом encrypt и decrypt, или это должна быть библиотека с классом там, утилс, encryption утилс и тому подобное. Как считаете? Ну, логично, чтобы это было library. Нет вообще, как бы, причин делать это сервисом, потому что, ну, это реальная библиотека. С другой стороны, это может быть и сервисом, вполне реально. Я бы сказал бы, правило, но не жесткое правило, в зависимости от ситуации, будет примерно так. Ну, я сделаю следующим образом. Если это часть бизнес-логики, скорее всего, это сервис. Если это часть инфраструктуры, платформы, но никак не касается бизнес-логики, которую выполняет наше приложение, чтобы вот наш бизнес работал. То есть, ну, encryption, decryption, это не бизнес-логика. Тут библиотечка. Как часто она будет меняться? Можно задаться вопросом, как часто будет меняться, что будет зависимость. Это уже просто нюансы идут дальше. И в этот момент давайте подумаем, может ли быть случай с точки зрения бизнес-логики, что encryption, decryption должен быть сервисом. Вот у меня явный, яркий такой пример. Есть фреймворк Spring Cloud, допустим, там есть configuration сервер, Spring Cloud конфиг такой проект. Его задача, что вот конфиги можно грузить не из файлов, а по REST протоколу с JSON-кой, то есть по сети, централизованное хранилище, много таких фич. С точки зрения вот такого сервиса, его бизнес-логика предоставить конфиги, которые в том числе должны хранить зашифрованные ключи. И encryption, decryption для такого сервиса это часть бизнес-логики. И в нем реально есть endpoint-slash-encrypt и слэш-decrypt. Если мы пишем какое-то финансовое банковское приложение или ресторанную программку, в которой просто нужно данные туда-сюда перегонять в зашифрованном виде, ну, как бы, это не часть бизнес-логики, это инфраструктура. Security, как это должно работать. То есть тут это, скорее всего, library. То есть вот предпочтительно сервисы, но как минимум хотя бы с точки зрения бизнес-логики это уже вас уведет в правильную сторону. Дальше задаем дополнительные вопросы и с этим разбираемся, что в нашем случае конкретно правильно. И опять-таки же, если мы выберем сервис или library, какова будет цена этого всего? К чему это приведет? Возможно, в каком-то случае вы решите сделать неправильно ни по бизнес-логике, ни по какому-то другому критерию, вот просто неправильно, потому что слишком много зависимости. Мы можем сделать это так, чтобы зависимости было меньше, даже если это неправильно. Возможно, в вашем случае это будет очень даже оправдано. Зависит от конкретной ситуации. После того, как вы все это вот продумаете, все разделите, зарефакторите или просто подизайнили и начали частично с монолита и потом все-таки дошли до микросервисов, перед тем, как вы дошли, у вас еще возникает вопрос, как эти сервисы должны между собой общаться? Общение как будет проходить? То есть, коммуникация. Я разделяю четыре типа коммуникации. То есть, что это такое? Часто мы рассматриваем коммуникацию просто как протокол. HTTP, JMS, какой-то там Message Queue, какой-то AMQP или что-то еще. Давайте зададимся вопросом, почему именно мы выбираем тот или иной протокол общения между сервисами? Мне кажется, часто потому, что просто так говорят, что это лучше. Бывает такое? Вот вы почему? Есть какой-то случай, который вы выбрали и вот можно решать решение задачи. Да. Как можно вот, я задался вопросом в свое время, как можно это все структурировать таким образом, чтобы не решать, какой протокол на основе какой задачи, а задаться вопросом, какой нам протокол нужен на основе свойств, которые, какие нам свойства нужны, которые будут поддерживать нашу систему в том состоянии, которое нам нужно. То есть, свойства, я их выделил четыре. В первую очередь, протокол может быть, точнее, коммуникация, давайте использую слово. Direct, то есть, прямое общение. Сервис к сервису. Если это прямая общалка, ну, то есть, на стороне вызывающей, от стороны вызывающей, ну, от вызывающей стороны к вызываемой стороне должен быть четкий контракт. Я должен знать, что я отправляю, что нужно с этими данными сделать, то есть, просто обязательный контракт. Какой метод вызвать? Простой пример, ищите себе, да, там, пост, пут, get, и с какими данными, с какими параметрами. К чему это приводит? Приводит к тому, что удаленный сервис должен быть доступный всегда. Высокая доступность нужна. Однако, что если он недоступен? Или сеть упала, или сам сервис, как бы, почему-то там зафейлся, или там не дошел запрос. В лучшем случае, просто пользователь или там вызывающая сторона получит отчет об ошибке. Правильно? В худшем случае, возможно, были какие-то sensitive данные из-за того, что мы вовремя не задумались об этом. В коде нету кусочка, который сохранит эти данные перед тем, как отправить в сеть. Отправил и забыл, а там они не дошли. То есть, мы можем в худшем случае потерять данные. Для этого мы, наверное, задумываемся о втором типе коммуникации. Это decapult коммуникации с помощью посредника. Стандартный кейс это просто очереди сообщений, в которой мы говорим, что общалка коммуникации идет через посредника. В данном случае мы могли бы, если даже напрямую вот здесь, вот тут, вот сохранять данные, но это не часть бизнес-логики этого сервиса. Разделяем ответственности. Давайте вот промежуточная компонента будет решать. Если нужно что-то сохранить, она будет это сохранять. При этом, отсюда сюда, по сути, коммуникация все еще direct. То есть, она прямая. То есть, мы в принципе не избавились от проблемы, но с точки зрения бизнес-логики, давайте вспомним, когда мы разрабатываем микросервисы, команда во что превращается? Были разработчики, QA, там, саппорты. В микросервисах всегда присутствуют девопсы. К сожалению, часто в командах люди разделяют, типа, ааа, я не буду это решать, это вот их проблема, пускай девопсы решают. И также девопсы, ааа, идите к девелоперам, это их не какашка, пускай решают. То есть, разделяются на лагеря. На самом деле, микросервисное приложение это не код, не услуги, не сервисы. Кроме всего этого, это еще платформа, на которой это работает. Девопсы, ребята, которые тоже программисты, это такие же программисты, как остальные девелоперы. Просто разница в том, что наше приложение состоит из двух частей. Часть инфраструктуры, которую программируют и поддерживают девопсы, и часть бизнес-логики, которую программируют и поддерживают девелоперы. Поэтому девопсы, девелоперы, в любом случае, в одной лодке. И если мы за руки не возьмемся и не будем дружить, мы далеко не уплывем. При том, что нужно об этом договориться. Шутки в сторону, можно поржать, типа лагеря и все такое, но по факту, если разделить ответственности, за сохранность данных теперь будут отвечать девопсы. Но не потому, что пускай они отвечают, мне пофиг это. Я все еще должен правильно разработать это так и правильно компоненты, фреймворки, очереди сообщений middleware выбрать таким образом, чтобы тут было максимально все available и доступно и fault-tolerant и даже reliable, то есть надежно. При том, что эту часть мне помогут девопсы поддерживать, будут больше в кластер нод закидывать. А моя задача отсюда максимум в множестве копий это отправлять, чтобы все равно оно сохранилось хотя бы одно из трех, например. Можно же в три источника отправить и так далее. То есть кластеризация, синхронизация, все такое. В итоге, если это правильно сделать и дружить с девопсами, часть ответственности берут они на себя, часть берем мы разработчики на себя и вместе мы разрабатываем систему, где сервисы более гранулярными стали. Нам больше не нужно говорить, что нужно делать. Нам нужно дать данные. Вот девушка уже спит, зевает. Скучно стало? Хорошо. Скоро будет брейк. То есть, сейчас добью до конца коммуникацию и пойдем на брейк. Обещаю. То есть, по факту мы пришли к тому, что почти без контракта нужно просто закинуть данные. А тот удаленный сервис, который получит эти данные, даже если он недоступен, эта Q-ха ему передаст данные. Она может быть перезистентной. Упал, присортанулся сервис, поднялся, из кэша подняли, заново отправили. Она может быть даже там кавка, которая там, шина просто хранит все данные, вообще историю, можно отмотаться назад. И вот рано или поздно в итоге этот сервис получит. В зависимости от того, что мы за систему разрабатываем, он может ее быстро получить или поздно. То есть, насколько нам важно следить за этим или там раз в день и так далее. Там упало, ну к черту с ним, через часик восстановим. Или можно прямо сейчас и здесь, real-time система. Задача выполнится. Более того, в одном сервисе нет множества методов. Они попроще стали. И после этого мы приходим к тому, что вот эта штука должна быть high-available. И основная задача, что правильно организованная Decoupled коммуникация, несмотря на то, что компонентов стало больше, вроде она сложнее стала, приведет к тому, что вероятнее всего данные будут более сохранны. Потому что разработчик может о чем-то не подумать, потому что он один. Разработчик плюс DevOps, кто-то о чем-то подумает одно, кто-то о другом. Еще и сюда воткнем QA, который еще свое добавит. Больше мозгов. Еще два свойства. Скажу первое, вы второе просто поймете, о чем идет речь. Это параллельная ось синхронная коммуникация. Например, как вариант просто, ну, синхронка. Отправили запрос, пока ответ не придет, дальше не двигаемся. Если там есть подзапросы, то мы все ждем, потом сюда идем. То есть, стандартно для получения данных, когда нужна синхронная агрегация или что-то еще, ну, как правило, просто отправить запрос, получить ответ. это HTTPS. И, ну, асинхронка. То есть, самый такой простой пример Fire and Forget. Как бы, оно идеально подходит везде, где нужно что-то отправить и забыть об этом. Ну, плюс, и можно асинхронно данные получать и агрегировать для ускорения. То есть, тут уже просто факт того, что коммуникация может быть и такой, и такой. То есть, у меня пунктик неблокируемый API. Иногда нам нужно принципиально блокируемый API. То есть, синхронно все, чтобы было и так далее. И вот эти все типы свойства коммуникации можно нанести на две оси, которые примерно выглядят вот так. Direct, decoupled, синхронно, асинхронно. И давайте вот перед тем, как выбирать тип коммуникации, который нам больше подходит, потому что кто-то так сказал, я так считаю, я смотрел бенчмарки. Давайте просто нанесем их сюда. Например, я чаще всего использую, чаще всего, в последнее время, это HTTP, с HTTP, S-кубикидовым, HTTP, Kafka Rabbit. То есть, примерно вот так. Иногда, возможно, после того, как вы вот так сделаете, вам, вы скажете сами себе, но, к сожалению, мне нужно direct и асинхронно, и ничего из того, что я использую, этого не дает мне. Я вот хочу принципиально использовать HTTP, но я хочу, чтобы оно было асинхронно. Что мы делаем? Как вариант? Или же, допустим, мы не можем его использовать? Знаете, это как? Я вспомню Петросяна. Было у него, не, не Петросян, это был даже кто-то другой, кто-то из нашлага, задорного или кто-то там. Старый прикол, да, мне 32, я помню это все. Была тема, когда мальчик с отцом сели в Амстердаме, рассказывал историю, как в прогулочный автобус, гид рассказывает, мальчик маленький, отец взрослый, гид рассказывает, а теперь, а сейчас мы проезжаем мимо публичного дома, и мальчик, а почему мимо? Вот это тот случай. Ну, допустим, чисто в вакууме, что нам нужно именно просто чистый HTTP, просто потому, что у нас уже есть код, мы не хотим все переделывать, но нам нужно додать вот асинхронность. Это можно сделать, как, например, в Spring, вместо REST template использовать асинкредит или запросы в параллельном потоке или еще в каком-то механизме с callback и так далее запустить. То есть, не обязательно, что communication layer сам, протокол сам дает вам эту возможность. Даже если он этого не дает, минимальные изменения в коде. Поменяйте REST template на асинкредит и вы получите вот это. За счет того, что в самом механизме RPC мы добавили кусочек кода, который за нас это делает. Вспоминаем о том, что какой ценой нам это обойдется, сколько времени мы на это потратим и в каком случае какой из солюшенов GRPC или асинкредит мы готовы использовать. То есть, я вот люблю, у меня, к сожалению, сейчас на слайде этой картинки нет, но вот есть такая картинка, собачка вот эта от знак, как ангел над головой с нимом и с рожками такой. В одной стороне написано технология хорошо, в другой стороне эта технология как бы кака, не используйте ее. А внизу надпись нету плохо или хорошо. Оно все как бы есть как есть. Люди решают, что плохо, что хорошо. Так вот решите, что в вашем случае конкретно для вас плохо или хорошо на основе сколько вы за это готовы заплатить. Следующая тема после всего, что мы обсудили, ну, что мы рассмотрели с вами, что там монолит микросервиса, там варианты начать с нуля, гибридный вариант, вариант там редизайна, рефакторинга, коммуникации, какие-то там мелкие вопросики. Когда мы все это сделали или уже готовы сделать, возникнет обязательно вопрос. Кроме того, что цена, не цена, все классно, круто. Апи. Ведь если мы разрабатываем какой-то сервис, он должен выдавать какой-то апи, правильно? Ну, в случае, когда сервис один, то есть аппликейшн, его апи, все нормально. Мы его задизайнили, дали нашим клиентам, все классно. В случае микросервисов, что у нас получается? У нас получается опять вот к разделению, у нас два типа апи. То есть есть апи, которые клиентам мы выдаем, апи нашего приложения, API. А ведь еще нужно по каждому микросервису задизайнить отдельные апи. Оно должно быть достаточно гранулярным, чтобы область ответственности этого микросервиса полностью была покрыта. Не только на сейчас и здесь, но и вообще на ближайшее обозримое будущее, в грамках которого у нас проект запланирован. Вперед, что если мы какой-то аккаунт-сервис, как уже пример приводили, разрабатываем, то отдельно гранулярные апи, которые отдельные функции, как отдельные эндпоинты выдают, чтобы разные другие микросервисы по надобности из-за как конкретизированного бизнес-флоу могли бы вызывать те или иные функции в разных поочередностях. То есть гранулярные апи. При этом это апи по сути нашим клиентам и не надо. То есть это доступ к этим данным, доступ к этим фичам. Клиентам-то все равно нужен другой API. Тот, который для этого клиента как бы является более понятным. Клиент в принципе не хочет интегрироваться с нашими микросервисами. Был один сервис, стало 50. Ну зачем мне это все? Я хочу один. То есть когда мы говорим сервис-ориентед, часто мы думаем о сервисах. В случае микросервисов еще одна такая очень красивая правда или то, к чему стоит стремиться. Может быть кто-то из вас скажет, принципиальное отличие между SOA и вообще сервис-ориентед архитектурой и той, которую мы называем микросервисами. Как думаете, в чем может быть принципиально одно отличие основное? И это не свойство архитектуры какое-то... Это по-любому детали, но то, что касается не архитектуры, не дизайна системы, а глобально нашего приложения, которое может быть микросервисным, а может быть просто сервис-ориентед. На самом деле я говорю о том, что приложение. Сервис-ориентед вот по принципам SOA, когда мы говорим, что такое монолит? Один сервис, одно приложение, правильно? Микросервисы это много сервисов, которые формируют положение. SOA это следующий этап после микросервисов. Почему? Вообще сервис-ориентед архитектуры это когда есть разные приложения, которые мы обозреваем как сервисы в нашей инфраструктуре. Отдельные приложения не обязательно разработанные нами, то есть от Microsoft, от Oracle, разных других вендоров, один из предприятий тоже можно как один из сервисов в сети использовать, условно. Написать какой-то в рапер-сервис, через который к нему мы будем организовать доступ к данным и к функциям, которые есть. При этом, если это множество приложений, каждый из которых в сети предоставляется в форме сервиса с определенным API, или напрямую, или через какой-то там бридж-адаптер, то это сервис-ориентед архитектура. когда мы говорим микросервисы, как отдельный случай сервис-ориентед подхода, не SOA, а именно SO, и вместо A звездочка. Это сервис-ориентированный подход, дизайн, но SOA это когда разные приложения являются сервисами, и между ними возможно еще какая-то центральная коммуникационная компонента, которую чаще всего ESB называют, опционально может быть и не быть, если они разговаривают на разных языках, чтобы их как-то еще и синтегрировать. Микросервисы это одно единое приложение или одна единая система, состоящая из множества подсистем, которые делают одно. То есть у нас не было задачи предоставить разные приложения как сервисы. Если это так, то это не микросервисы. Там другие подходы могут быть, там другие нюансы, подводные камни могут быть. Мы разрабатываем тот же самый монолит. Одно приложение, единое, для конкретного клиента, который будет, если это веб, под доменом сидеть, сидеть с каким-то веб-интерфейсом или с каким-то API общедоступным. И с этой точки зрения клиентам нужно одно единое приложение. Микросервис это внутренняя просто кухня. Это не отдельные сервисы. Это одно единственное приложение, которое просто по сети раскидали. С этой точки зрения нужен так называемый API gateway. Это паттерн, который дает нам единую точку входа. Когда мы разрабатываем наше приложение и думаем уже об API, как о внутреннем, так и о внешнем, с точки зрения внутреннего нам нужно этим микросервисом максимум гранулярно разделить так, чтобы каждый выдавал полноценный доступ ко всему функционалу и данным, которыми он оперирует. При этом, говоря о внешнем мире, о наших клиентах, клиенты имеются не те, которые мы продаем, а клиенты программки, которые с нами интегрируются или отправляют нам запросы, веб-интерфейс и так далее, мы должны выдать единую точку входа, которая скорее всего будет под каким-то доменом, там mycompany.com и вот это называется паттерном API gateway. Микросервис, это в принципе микросервисный паттерн, это паттерн о применении других паттернов. И когда мы говорим об API гейтвеях, API gateway бывает двух типов. С одной стороны, это может быть прокся, пришел запрос, мы знаем, что вот этот тип запросов нужно сюда передать, другой тип запросов тоже на этот сервис, какой-то третий тип запроса уйдет сюда, то есть просто проксировать запросы. Но мы же сказали, микросервисы внутри могут быть чересчур гранулярные, настолько, что клиент должен делать один запрос, а тут уйдет запрос сюда, два сюда и один сюда еще, например. И в этом случае второй тип API gateway в программируемой API gateway. Когда мы получаем запрос, но вместо проксирования просто тут код, делает запрос сюда, 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 приводит результат на нужный вариант и отправляет клиенту. Так делают стандартно, обычно, то есть API gateway такой или такой выбирают. Опыт показывает, что стоит выделить отдельную прослойку программируемую и просто подумать, если мы что-то программируем, скорее всего мы делаем почему это, потому что это какой-то тип клиента, для которого нужно специфичный API правильно? То есть тут кодом описать, не только проксировать. А если так, ведь типов клиентов может быть больше, чем один. Например, мобильные клиенты и веб-сайты, еще и десктопные приложения. То когда мобильные требуют меньше запросов, меньше трафика, десктопные возможно больше гранулярности захотят, а веб-сайты где-то в промежутке будут в той форме, которая будет удобна для JavaScript кода или для браузеров. Правильно? Сюда входят и форматы данных, и тип запросов, и протокол общения, коммутации. То есть с этой точки зрения тогда я предлагаю следующий вариант. Давайте выделим так называемые API-сервисы, которые по факту являются имплементацией паттерна API-гейтвей программируемой. А реально настоящий API-гейтвей, единая точка входа, пускай будет просто прокся, тупо прокся. Плюсы какие будут? С одной стороны, мы можем множество API-сервисов разработать, которые дают тот самый API для конкретного типа клиентов, для которых мы хотим выдать API. И мы их разделили. Мы их можем масштабировать отдельно, в зависимости от того, сколько типов конкретно такого или такого, сколько клиентов такого или такого типа, сколько запросов, сколько там нагрузка на сети и так далее. То есть масштабироваться независимо. Мы поддерживаем принцип независимости. Более того, если мы тут просто проксируем, API-гейтвей стал такой тонкой прослойкой, на которой, ну, чтобы поменять API-гейтвей, помните, мы говорили в монолитах, завязка на технологии. Мы можем сегодня подключить сюда Netflix Google, завтра взять, использовать Nginx, потом Apache HTTPD, можно хоть в старину вернуться. То есть это просто прокся, это просто набор рулов. Настроили, оно работает. То есть не нравится, выкинули, другое поставили. Очень такая тонкая прослойка получается. За счет чего мы можем в какие-то клауды deployts и API-гейтвей вообще использовать какие-то готовые решения, там, у Амазона, у DigitalOcean, у Microsoft Ажора, их не даже свои и вообще свое туда не пинать. Зачем еще писать какой-то модуль софт, если он уже готовый есть? Для этого нужно максимум декаплинг, разделение, что мы и сделали. И при таком подходе, в принципе, с API-гейтвей идет проксирование на уровне каких-то там или контекст-пасса там slash web slash mobile или subdomain там m.facebook.com или api.facebook.com например, да, web и mobile. Или какой-то хейдер иногда используют, там, хейдер типа client type такой-то, такой-то. То есть, ну, как вы задизайните, как для вас правильно это. Но остается один подводный камень, когда мы это сделали, все красно, и в какой-то момент мы поняли, что один из методов, который вот здесь вот предоставляется, допустим, в web API, нужно чуть-чуть еще по-другому улучшить. Ну, как правило, если мы ничего не меняем, то все классно. Мы можем добавлять новые типы, вариации, методы в новой маппинге, там, если на разные point, и все классно. Но если нужно поменять что-то старое, то мы рискуем тем сломать обратную совместимость с клиентами, которые уже с нами синтегрировались. И вот, чтобы решить сходу этот подводный камень, все API-сервисы, которые вы придумали, включите туда версионирование и назовите их V1, 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 версия 1. И дайте возможность себе разрабатывать такие же API-сервисы для такого же типа клиентов с новыми версиями. Если вам нужно какую-то часть API поменять так, чтобы оно ломает по-любому обратную совместимость, просто новый API-сервис V2, допустим, версионирование в API. По версиям можно также маршрутизировать на уровне API-gate-в. Вот тут по цветам зеленый, желтый, красный маршруты, грубо говоря, расписаны, там варианты, можно по контексту, можно по каким-то хейдерам, по саб-доменам, неважно как. Важно то, что мы не ломаем обратную совместимость. И тут уже вы решаете, хотите ли вы обе версии API поддерживать. По сути, это просто вызовы к бэкинг-сервисам. Или же вы можете принять такое решение, например, мы объявим всем нашим клиентам, что следующие полгода у нас идет этап миграции. Через полгода мы перестаем поддерживать наше старое API, и еще через там N месяцев мы его выкинем. И мы следим за какими-то там метриками. На уровне, например, как минимум, API gateway или на каждом API-сервисе сколько запросов идет сюда. Померяем миграции, мы понимаем, в какой момент больше на версию первую не идут запросы, и когда придет время, просто ее выкидываем. Или же оставляем, то есть, ну, уже в зависимости от задачи. О чем идет речь? Главный паттерн API gateway, который из двух типов состоит программированный и проксируемый, разделите его на API gateway и API-сервисы. Это вам даст больше гибкости и масштабируемости в системе. И с точки зрения API-сервисов не забывайте о версионировании. Часто бывает, что люди об этом забывают или просто думают, а, ну, нам не надо будет. Оно надо будет. Если даже не нужно, назовите этот сервис API v1. Все. Надо будет все маршрутизировать туда. Надо будет завтра v2, можно добавить какой-то там контекст пасс или хедер, и если его нету, по-любому, по умолчанию, все v1. А если он есть, то у вас v2 появился. Да. Какой еще раз? То есть, ну, опять-таки же, можно все, как я ранее говорил, нету того, правильно-неправильно. Есть задача, есть проблема, что может понадобиться поменять API-метод, что может сломать обратную совместимость. Как это мы решим, я могу назвать это версионированием, вы как-то можете предложить альтернативный вариант, назвать это по-своему. То есть, ну, в принципе, можно по-разному. Ну, это всего лишь паттерн. Как его применять, решаем мы. То есть, опять-таки же, я рассказываю, допустим, с точки зрения, как мы это у себя делаем, да? И было бы прикольно, вот опять-таки же, вот еще один там опыт, у каждого там какой-то другой опыт. То есть, ну, оно по-разному может быть. И это все есть правильно. Кстати, я тебя узнал. Я тебя помню. Ты у меня в скайпе есть. Ой. Хорошо. Дальше. На самом деле, просто я очень извиняюсь, иногда бывают просто на украинском слова, которые я не все понимаю. Я иногда поэтому переспрашиваю, могу что-то где-то упустить. Вот. Если хотите что-то уточнить, с удовольствием готов. И даже добавлю, что за самые лучшие два вопроса будут подарки. Номинант уже есть, ребята, давайте, задавайте вопросы. После того, как вы прошли весь этот путь, как бы с API gateway, не gateway, там, выделили сервисы, как я предлагал, или по-своему, там, версии продумали, и тому подобное. Ну, когда вот ко мне ребята приходят, что мы вот сделали, это классно, там, задизайнили, пора девелопить. Обычно я напоминаю про коммуникационные, про property communication каналов, и напоминаю чаще всего decoupled, с асинхронкой, то есть какие-то там очереди сообщений, да, message queue. И задаю вопрос, кто с этим знаком? Является ли ваша API вот эта идентипатентна? То есть в реальной жизни всегда могут быть, а точнее в больших распределенных системах с очередями будут случаи практически всегда, когда случайным образом два инстанса одного до его же сервиса, которые должны были поделить, ну, или n инстансов сообщения между собой, но одно сообщение отправилось обоим, из-за какой-то там лаги или лажи. Вот. Ну, случился лаг такой. Что будет в итоге? Как это подействует на систему? То есть, любой API, каким бы он ни был, должен, ну, давайте так, иногда бывает, что так не надо делать, но чаще всего нужно хотя бы задать себе вопрос, могут ли быть случаи, когда этот метод будет вызван n раз, с одним и тем же набором параметров. И если так случится, какой будет результат expected, и какой он, actual, то есть, и какой он должен был бы быть expected. И это правильно для нашего приложения? Или неправильно? Чаще всего в стандартных юзкейсах, ну, API должно быть как и домпатентным, потому что если условно я говорю, удали мне entity, отправляю один и тот же ID-шник пять раз, ну, если в entity уже удалена, то вы с ним ничего не сделаете, правильно? Ну, это нормально, это логично, но бывают более сложные юзкейсы, когда могут быть разные результаты, и об этом нужно думать. Это правильно по вашим бизнес-рекваринентам или нет? Исходим из рекваринентов, чаще всего, API, чаще всего, скорее всего, вы будете требовать, чтобы оно было идемпатентным, или думать об этом, как это сделать так. Например, постметод, если в него случайно там отправить ID-шку, он не должен обновлять эту entity, если такая ID-шка существует в базе, он должен забить на эту ID-ху, это может быть акт взломной системы, допустим, я говорю, если пост, значит, этот пост создания, апдейт, это пуд. То есть, вот о таких вещах нужно тоже думать, да даже на самом минимальном уровне. И после этого всего мы подойдем к тому, что консистентность данных. В микросервисах у нас все было собрано в кучку, общие API, были транзакции и тому подобное. Сейчас мы это все разбили на сеть, мы разбили на какие-то гранулярные API, которые какими-то другими API-сервисами выбираются, через API-кейтвы это все проксируется, разные типы сервисов, а куда делись условно просто транзакции даже, самые простые. Или не транзакции, а просто консистентность данных. Если в какой-то момент какой-то процесс сорвется, который требовал участия в нескольких микросервисах, что мы будем с этим делать? Классика говорит о распределенных транзакциях, то есть дистрибьюторе транзакций. Очень правильный solution, который советую использовать всегда, но не в микросервисах. Объясню почему. Это есть правильно, это есть хорошо, и это рабочий solution, годами проверенный. Если вам нужна в распределенном окружении транзакция, скорее всего, рано или поздно вы это сделаете, какой-то там two-phase commit, имплементации, и все у вас классно будет работать. Однако, давайте вспомним правило про сервисы library, условно, dependency. это еще один вариант создать distributed monolith, где множество сервисов зависят друг от друга, когда они вроде бы не должны были бы зависеть, но вот раз мы начали, все должны друг друга подождать, потому что нужно синхронизироваться. Но это вам и deployment попортит, и независимость в разных смыслах этого слова тоже попортит, и масштабируемость чуть-чуть попортит. Если приложение слишком разорстется еще и в разных дата-центрах, разные инстанции, разные копии, availability зоны, то тут еще и несколько transaction managers, что если бага будет в самом transaction manager, короче, холивор вечный. Если вам нужна транзакция, используйте транзакцию, вы никуда от этого не убежите. Однако, в микросервисах, так как это и так распределенка, я предлагаю следующую тему. Ну, точнее, вы, если погуглите, много статей найдете на этой теме, что давайте говорить о транзакциях. Но, давайте говорить о бизнес-транзакциях. Что такое бизнес-транзакция? Вообще, что такое приложение? Приложение – это зеркало, запрограммированное зеркало реального бизнес-процесса, суть которого – довести до конечного пользователя некий бизнес-процесс автоматизированный, плюс-минус. Что такое бизнес-процесс? Это просто алгоритм выполнения какой-то бизнес-транзакции. А бизнес-транзакции чаще всего они событийно ориентированы. Что-то случилось, кто-то среагировал. Например, когда я иду заказывать кофе в кофейне, ну вот себя представьте, кофе покупаете? Да. Когда вы кофе покупаете, у вас бывает такая ситуация, кофе сколько стоит, столько-то там, я вытаскиваю деньги, продавщица берет их, но я не отпускаю, отдай кофе, я потом отпущу. Ну транзакция, commit, rollback. Если что, rollback, если нет, то commit будет, когда я чашку возьму в руки. Бывает так? Нет? Ну почему, это же дистрибьютор транзакции. Это я, продавец и тот, кто делает кофе. А бывает как? Я, скорее всего, у меня заберут деньги, отдам их. И это, по сути, не гарантированная доставка. Ungaranted delivery. То есть я отдал деньги, но как бы я могу кофе в итоге не получить. Или получить, но не кофе. Или не тот тип кофе, который заказал. Речь идет о компенсационной транзакции. Если что-то пойдет не так, то я могу просто заявить о желании начать компенсационную транзакцию. Кто-то за нее ответственный. Например, так же с финансами, с банком. Я пришел, открыл кредит. Транзакция кредита. Это транзакция. Ну, кредит открылся, кредит должен закрыться. Комит, rollback. Но, по сути, я раз в месяц плачу банку. В тот момент в базе создается запись. Базийная транзакция есть, но их 12, если это год. И, по сути, тут распределенной транзакции нет. И нет гарантии, что я в следующем месяце приду или с машиной, которую купил за этот кредит, не уеду куда-то. Если что-то пойдет не так, на пятый месяц банк понял, что я не приду и не доплачу кредит, запустится компенсационная транзакция. То есть другие механизмы, которые должны якобы прогарантировать или меня найти, вытрясти, или вернуть деньги банку за счет страховки, потом со мной разобраться, или просто какого-то там дядю Федю такого отправить. Иди сюда, деньги давай возвращай. То есть о чем идет речь? Давайте рассматривать базийные транзакции и бизнес-транзакции раздельно. Если есть базийная транзакция, то это базийная транзакция. Максимум постараться настолько, насколько это возможно, ну не всегда это будет так. Использовать транзакции в рамках одного процесса, в рамках каждого микросервиса – это норма. И не делить базийные транзакции между микросервисами. Если в какой-то момент вам нужно разделить, то есть точнее, нужно, чтобы в одной транзакции, бизнес-транзакции были использованы или работали несколько микросервисов, то вспомним, да, у нас даже базы данных могут быть разные, и вообще одна транзакционная, другая нетранзакционная, и сториджа отдельные, и они вообще никак могут быть между собой независимые, несвязанные, и даже дистрибьюторная транзакция в какой-то момент может не дать гарантии, что какой-то из сториджей вообще поддерживает эти стандарты и вообще даст нам эту целостность данных. Давайте мы лучше подумаем о событийной ориентированности. Если мы программируем какой-то процесс, а ведь так и есть, мы бизнес-процесс автоматизируем, да, плюс-минус, то давайте просто автоматизируем его, запрограммируем, как есть. Как проходит заказ кофе? Клиент пришел, выбрал пункт, изменил. Мы еще ничего не делаем, мы говорим, заплати. Взяли деньги. Если деньги сели, пошел апруф, событие, деньги пришли. Есть какая-то месседж-кью, в которую уйдет сообщение о том, что деньги пришли для ID такого-то клиента, готовьте ему кофе. Какой-то процесс, когда дойдет до этого момента, по очереди клиентов начнет готовить кофе. Откуда в другую кьюху уйдет сообщение о том, что кофе готово для такого-то клиента. Это кофе будет другим человеком взято и доставлено на подносик, и там Орхан вызвали, а Орхану пришел ивент, что меня позвали, я пошел, забрал кофе. Возьму или нет, это мое личное дело. То есть я в данном случае один из микросервисов, или внешний клиент, или внутренний микросервис тоже может быть клиентом другому микросервису, который принимает это решение. Но событийно-ориентированные системы, как правило, очень дорого обходятся. По факту транзакции дешевле. Легко, быстро, просто. Но если вы уходите в микросервисы, а еще если это достаточно большой проект, а не просто дома поиграться, будьте готовы, что рано или поздно вам надо будет задуматься и выбрать в пользу событийно-ориентированной модели. И в этот момент у вас автоматом все усложнится. Ну, это, я сказал бы, достаточно один из самых сложных юзкейсов, когда слишком много будет событий, слишком много ивентов, которые нужно запрограммировать, бизнес-флоу. И чтобы такие вещи упростить, следует обратиться опять-таки же к стандартным паттернам. То есть не нужно придумывать велосипеды. Самые простые, самые легкодоступные паттерны, которые участвуют вот в таких серьезных системах, в их имплементации, я сейчас попытаюсь максимум просто объяснить с примерами о каких-то там сложностях. Это в первую очередь никак не связанный с событийно-ориентированностью и eventual consistency, вот с этим вообще никак не связанный паттерн CQRS. Слышали о нем? Знаете? То есть о чем это говорит? Мы просто делим наши методы API, не API или внутри кода объекты на два типа. С одной стороны у нас команды. То есть что такое команда? Я сказал, иди сделай. То есть я не ожидаю, что мне что-то вернется. Команда – это просто команда на выполнение. И запросы. Я спросил, дай мне. Я хочу получить данные. То есть возвращаем значение только в случае, когда мы точно знаем, что никаких изменений и сайд-эффектов не будет. Другими словами, если у вас метод возвращает значение, то он ни в коем случае не должен изменять состояние. Записывать, обновлять, что-то удалять. Если же вы хотите мутировать состояние, то есть изменения какие-то в вашем хранилище данных делают, то return type – это просто void. И хотелось бы тут привести пример, точнее параллель. Есть паттерн CQRS – Common and Query Responsibility Segregation. Мы разделяем ответственности на команды и на запросы. И есть паттерн CQS. Если я правильно помню, Common and Query Separation идет. То есть тут есть четкая разница. CQS, он говорит о том, что вот методы, как вот в примере. Я специально об этом говорю, что методы – это про CQS. Он более ранний, более чуть старее паттерн. CQRS – это не про методы, а про объекты. Командный объект и запрос объект. То есть это физически два отдельных объекта. Это вот принципиальная разница. Поэтому CQRS важен. Почему? Потому что объекты, и мы сейчас это покажем, почему. Например, если вы хотите применить этот паттерн, я сказал, он никак не связан с eventual consistency. То есть применить паттерн, например, к нашему HTTP REST API. По REST стандартам, почему я сказал HTTP REST? Потому что по REST стандартам, если я отправлю POST, я должен получить ответ созданную entity. Я сказал HTTP REST, потому что это REST, но мы чуть-чуть уйдем от стандартного REST дальше, чтобы применить CQRS. Просто на уровень ниже чуть-чуть между обычным HTTP RESTом. Как бы у нас есть POST на создание, но есть такой паттерн, называется POST redirect get. Реально POST не будет возвращать нам данные созданные, потому что там может быть асинхронный процесс, который в данный момент еще не создал. То есть мы просто приняли команду на создание. И говорим о том, что вместо ответа данные, которые создались в базе, мы возвращаем просто 303 C other, обычный redirect, с ссылочкой, которую нужно вызвать с get-методом, через какое-то время. Уже дальше, как мы это организуем, пускай клиент решает. То есть это вариант о том, по сути, как декаплим, полностью независимо между собой отделяем райтеры и ридеры. Кто-то всегда пишет, кто-то всегда читает. Таким путем мы получаем, по сути, можно сказать, синхронное API с асинхронным процессингом. А если мы уже ушли в асинхронку, так давайте подумаем о событий на ориентированности. Асинхронка дает нам возможность закинуть событие и ориентироваться, что консистентность на уровне того, когда через какое-то там время, негарантированное, мы результат получим, он там будет, сгенерируется. И вот тут у нас открывается тема eventual consistency. Когда мы можем уйти от транзакций, что не есть хорошо, транзакции намного лучше, намного проще, намного удобнее, но в очень больших и больших системах мы можем не совладать с транзакциями, и мы можем уйти в eventual consistency. А это паттерн event sourcing, который напрямую связан с событий на ориентированность. То есть о чем он говорит? Что у нас есть некие, две базы, грубо говоря. Одно мы называем event store. Куда складываются ивенты? Поочередно. Что произошло в какой-то момент? Зашел клиент, отдал деньги за кофе. Заказ кофе приняли, точнее, потом payment зашел, с карты сняли. Потом payment пришел, значит новый ивент. Сделайте кофе. Кофе сделано, новый ивент кофе готова. По какому заказу, по какому чеку. И так далее, и так далее. И давайте вспомним CQRS. Вообще, к чему это было все. Со стороны event store мы можем применить паттерн команды. То есть, что такое ивент? Получить на API Gateway запрос и записать ивент с пейлодом данных, с набором данных, которые касаются этого ивента. И какой-то там вот этот ивент-процессор, вот этот ивент-стор будет прослушивать, который может быть тоже QH, например, Kafka, который еще и хранит историю ивентов. И просто получил новое сообщение, событие, и среагировал на это. Создал какой-то набор данных, положил его вот сюда, в дата-стор. А дата-стор доступен для другого сервиса, объект другой, который является запросом, квери, который читает оттуда. Что произошло? Мы применили ивент-сорсинг плюс CQRS. То есть, вернусь на картинку назад. Отсюда принимаем команды, записываем, ивент-процессор асинхронно обрабатывает все это. А квери, клиенты, получают здесь и сейчас то, что есть в базе данных. Транзакции существуют на уровне вот этого кусочка, ивент-процессора. Ивент-процессор здесь нарисован одним большим кружочком. На самом деле, там может быть куча ивент-процессоров, множество, которые вместе составляют какой-то бизнес-флоу. Разные микросервисы, которые один за одним, один за одним обрабатывают. Каждый на своем уровне выполняет какой-то шаг, маленький кусочек нашей транзакции. И тот, кто в конце, агрегируя общий результат, записывает этот результат в дата-стор, в базу данных, в которой это все будет доступно. Ну и тут очень много подводных камней. Не все так просто, как оно звучит. Советую об этом почитать. Если кому интересно, интересные статейки там, и такие более действенные, там потыкать что-то дома и там подобное, обращайтесь потом на кофе-паузе. Я вам просто или обменяюсь контактами, а потом в Facebook или еще где-то вам закину ссылочки. А, да. Вопрос более с примером, так что вы более полно поймете эту тему. Например, у нас регистрация юзера и вообще изменение юзер-обчета происходит через инвесторство. Например, юзеры из своей базы создаются инвестор. Далее юзер меняет какое-то свое имя, свое имя, меняет что-то там такое. Это все состоится инвестор. Но когда клиент юзер хочет получить все, тогда что, мы проходимся по всем ивентам и агрегируем все? Да, хороший вопрос. Все слышали вопрос? Да. По сути, тут задача в следующем, что да, чтобы получить текущее состояние, нам нужно пройтись по всем ивентам поочередно. И получение состояния – это трудоемкая задача может быть, потому что ивентов может быть 100 тысяч, а что если 10 тысяч, миллион, миллионы, и еще больше, за какое время, то есть может мне нужно 10 лет проиграть, чтобы получить текущее состояние. Логично, да? И обычно применяется такой подход, то есть вот то, что тут. CQRS поэтому и нужен. По сути, мы вот этот отдельный датастор тут храним именно потому что… Сейчас я минутку проверю, у меня тут это есть. Нет, ну как раз проговорил. Именно для того, чтобы не проигрывать эти ивенты каждый раз, когда нужно получать состояние. Вот это тут между строк читается. То есть здесь эти ивенты есть. Мы в любой момент можем их переиграть, правильно? Но они переигрываются здесь и сейчас сюда. То есть чтобы получить текущее состояние, у тебя всегда есть база, в которой хранится текущее состояние на данный момент, в которой здесь у тебя эта база упадет. Твоя задача не переиграть это все, а есть такое понятие, как снэпшоты в инсорсингах, архитектурах. То есть мы, грубо говоря, как бэкап. Но что такое снэпшот? Снять бэкап вот этой базы, слепок, снэпшот на данный момент. Например, раз в час, последние три часа. Или там какое-то другое правило, которое для вашей системы, в зависимости от того, насколько она real-time, не real-time и так далее, правильно подходит. И если эта база упала, например, она могла бы быть вообще просто in-memory базой. Зачем тратить на это как бы диск space, когда можно память, оно быстрее будет. Упала, ну и упала, ну и черт с ней. Берем последний живой снэпшот, который по всем чекам, проверкам, как бы является валидным. Восстанавливаем его. И когда мы его снимали, нам обязательно нужно было туда записать еще, какой ID ивента, они же поочередно идут обязательно, был вот применен на этот снэпшот, последний. И накатить только те ивенты, которые пришли после него. То есть, например, за последний час, за последние пять минут и так далее. И это вот решает этот вопрос. И именно вот разделение использования CQRS в том числе нужно для этого тоже. С одной стороны, мы записываем ивенты, с другой стороны, для получения нам не нужно тут все переигрывать, а оно уже здесь есть. И какой-то процессор, в зависимости от того, насколько мы его масштабировали, максимально быстро, насколько нам нужно генерировать данные, перегоняет их туда. Не в одну, а в множество баз, в тех форматах, в которых нам нужны эти данные в итоге. То есть, создают материализованные вьюшки на основе этих ивентов. Матвью, знаешь? Фактически у нас должны быть на подданке множество джобов, которые админируют. Да, да, да. И там есть еще подход, называется саги, то есть, когда ивентов может быть много, и каждый ивент тоже может включать себя под ивенты, типа этапы транзакции, да, чекпоинт и так далее. То есть, мы это называем сагами, когда для выполнения одного ивента нужно еще под транзакцию запустить, которая отдельно еще обрабатывается, свои под ивенты генерировать. То есть, там штука мощнейшая и очень сложная на самом деле. То есть, ну, ивент-сорсинг никогда не скажу, что берите и делайте просто, потому что хотите попробовать. Если оно не надо, оно не надо. Оно только вот лишнее будет. Оно классно, оно круто, но это сделать правильно и удобно не всегда получается просто в силу того, что слишком много типов ивентов тоже сложно поддерживать. С точки зрения кода всегда будут проблемы, организация кода, поддержка. То есть, тут нужно очень много и аккуратно думать, как это все сделать правильно с точки зрения нашего проекта. И если вы это все-таки сделаете, вы получаете ответ на твой первый вопрос. Следующие плюсы. Ивент-сорсинг плюс секьюрс. Что он нам дает? Райт-модель. Да. Ну, это еще один этап валидации данных. Ну, это синхронка. Я сначала у тебя возьму эти деньги, поставлю их в аппарат. Ты тут стоишь. Если он скажет, что это не так, я возьму их тебе и верну. Скажи, что нет. И если пример по деньгам, то, скорее всего, если программка нас с карты будет снимать, то там фальшивки не будет. Шутка. Мы не можем этого не знать. Если мы разрабатываем систему, всегда есть какой-то архитектор-дизайнер, который сверху знает это все. Отдельные девелоперы, отдельные команды могут разрабатывать какие-то отдельные сервисы, кусочки биты, bits and pieces, да? Но, в общем, всегда есть человек, который сверху на это все смотрит, выстраивает правильный пайплайн, откуда-куда должен пойти вызов. И если он меняется, бизнес-флоу по бизнес-реквайраменту, мы просто меняем поочередность, откуда-куда что пойдет. Например, если в кюхе, то есть очереди сообщений использовались, кто куда что отправит и как пойдет, можно поменять. Ты имеешь в виду в случае именно пост-редирект-кета? Ну, если данные не валидны, в случае пост-редирект-кета ты можешь возвращать не 303 сиаза, а вернуть error message. Хотя, не, в случае асинхроники нет. В случае асинхроники ты пойдешь на get-end-point и смотри, тут как можно сделать. Если, вот есть два варианта. Get-end-point может всегда возвращать текущее состояние в системе. То есть, мы всегда получаем какие-то данные, даже если они не запланированы. Если тебе нужно, как пример, узнать, что вот конкретный запрос не прошел, возвращая не просто url get, а url get с каким-то там query-параметром id текущего там запроса, ивента, например, который создан, или еще чего-то. Просто id-шка уникальная, которая будет отвечать за этот запрос. И когда ты по этой id-хе сделаешь get, ты не получишь данные, пока они не сгенерируются, например. И если они сгенерировались, ты их получил. Если ошибка была, то ты получишь error. Да. Да. Властное, чьи правила, которые потребуются цивой сплаты, например, скувание подклоданцем. Я так, как-то, я снялась книжка из Microsoft Secure and Journey, и они там, в основном, в основном, в сервис-парках. И в конце, когда вы начали тестовать свою систему на перформанс, там было очень много проблем, потому что здесь есть партик-перформанс, и практически половину слова термоприки, и вы заменили нас важно снимать метрики. Поэтому я сказал, что это не панацея, и ни микросервисы, не event sourcing, это не панацея, и более того, не есть правильно или неправильно. То есть, если мы решили что-то делать, и вообще, если мы решили делать микросервисы, нужно инструментировать каждый кусочек системы, каждый микросервис, так, чтобы мы с них со всех моментов процессов снимали метрики, куда-то, в какое-то место агрегировано, и где мы можем за этим следить. Один из типов метрик это лейтенси, то есть запоздание. Сколько на каком этапе дистрибьютор трейсинг, при этом стеке вызовов от сервиса к сервису, сколько на каждом сервисе было ожидания и общее ожидание, и есть таймауты какие-то общие, что в рамках этих таймаутов укладываемся, не укладываемся по каждому шагу и в общем за целый воркфлоу. Теперь, если оно работает медленнее, опять-таки же, мы же говорим о масштабировании о всех этих делах. То есть, нам нужно просто на каждом этапе в зависимости от конкретной проблемы смотреть вот узко туда, что как мы можем это решить, как один из вариантов. Это может быть медленно. Ну, к примеру, компания AppsFlyer, где я сейчас работаю, принимает на своих аппе гейтвейх в день уже более 40 миллиардов ивентов. Это платформа, которая исключительно живет на ивентсорсинге. Ну, суть нашей работы это получать ивенты, которые мы дальше обрабатываем, маркетинговые как бы вычисления идут. И это в секунду примерно там, ну, плюс-минус там 500 тысяч или даже больше сообщений в секунду. Ну, какой сервак это просто так выдержит. Нужно API Gateway, чтобы это получил, ничего не потерял. Потеря данных для нас это потеря бизнеса. То есть, получить, записать в очередь, чтобы дальше это ушло, обрабатывалось и так далее. И мы выдаем по всему миру информацию с точностью до пяти секунд, что в конкретном уголке мира в данный момент, кто на каких типах девайсах, какие приложения установил, после каких рекламных акций, маркетинговые отчеты, с точностью до пяти секунд. Каждые пять секунд рилтайм информации. Почему привожу пример? Пять секунд. Не сто миллисекунд, не здесь и сейчас. Пять секунд. Определите время, которое вам нужно. И если вы вкладываетесь в ваш временной лейтенси бюджет, для вас это норма. Ваша задача в него вложиться. А как вы это сделаете? Ну, сейчас я не отвечу на этот вопрос. Нужен конкретный пример, проблема, которую мы начнем решать. Используйте стандартные тулы. Не уходите в изобретение велосипеда. Есть Kafka, есть там, не знаю, Big Data Solution, есть Apache Spark, который у нас, кстати, считается очень медленным. Для нас он не очень быстрый. Есть там, не знаю, всякие вот distributed базы данных, аналитические, то есть смотря какая задача. И как мы можем решить это каким-либо существующим инструментом перед тем, как мы начнем думать о том, что давайте свое изобретем. Посмотрите просто, какие салюшины есть. Скорее всего, эти салюшины будут связаны с следующими пунктами. Давайте вернемся к нашей презентации, а то девушка на меня вот так смотрит на переднем ряду, что давайте уже пойдем дальше. В первую очередь мы разделили write-модель и read-модель. Получается, что write-модель она достаточно консистентная. Мы же говорили, что как сделать это без транзакции. То есть у нас ивенты поочередные и транзакции, ну в чем транзакция для команд, которые ивенты записывают? Записать один рекорд? Тут даже транзакции не нужны. Или он прошел, или не прошел. Это атомарная операция. Нам нужно позаботиться, чтобы оно прошло, чтобы оно записалось. Например, у нас в текущем проекте, у меня на работе, мы записываем сразу в три источника. В одну кавку, во вторую кавку, еще в HDFS. Ну, одно из трех точно запишется с большей вероятностью. Вот так, с большей вероятностью. Далее. Большинство систем с точки зрения бизнес-процессов на стороне запросов, на стороне query, скорее всего, может жить с eventual consistency. Но большинство систем, я вот пришел, вам задачу дал, обычная экономическая организация. Менеджер пришел задачу, дал своему сотруднику, а ну быстро мне результат здесь и сейчас. Так бывает. Ну, дал задачу и ушел дальше. В какой-то момент будет коллбэк, я сделаю. Ну, большинство бизнес-процессов так и построено. Даже финансовые процессы, которые до недавних пор считались вот обязательно, монструозные транзакции должны быть распределенные. Но сейчас мы платим в интернет-магазину и даже не знаем, доставит он нам этот товар или нет. Всегда есть компенсационная транзакция или суд, через который мы будем судить. Ну, или просто нас кинут. Такое тоже бывает, к сожалению. Ну, большинство бизнес-процессов может это поддерживать. И таким образом был вопрос, почему мы разделяем, да, базы данных. На стороне команд мы можем хранить нормализованные данные. Например, реляционная структура данных. Если у вас ивенты не какой-то жидкий джейсон, каждый раз под разным меняющийся, а четко сформулированный колонками какой-то структуры набор данных, то это может быть нормализованным сториджем. Когда на стороне команд мы можем использовать денормализованный сторидж, минимизировать количество джойнов, количество агрегаций или вообще хранить в том формате, в котором мы должны это выплюнуть нашему клиенту. Например, в джейсоне сразу хранить и джейсон возвращать рестовым клиентам условно или в другом каком-то формате. То есть это возможно. И тем самым мы можем масштабировать команды и квери независимо. Так как это отдельный микросервис, и мы про базы данных говорили, мы разделяем типы хранилищ и масштабируем каждый микросервис с его хранилищем раздельно, решая конкретно ту задачу тем самым инструментом, который лучше всего подходит для ее решения. Разве это не индепенденц между микросервисами? Как по деплойменту, так и по скалабилити. Мы же этого и добиваемся с микросервисами. И при всем этом мы все еще разрабатываем одно единое приложение. Это тот же самый монолит. Просто с новыми паттернами, чтобы теперь это по сети работало нормально. Однако всегда за это платим. Всегда есть цена, которую мы платим. Множество ресурсов, множество времени, люди, мозги расплавленные перед продом за день, когда 10 багов пришло и приходится овертаймить. Но это возможно. И это решается вот этими инструментами, о которых нужно читать и перед тем, как это сделать, задумайтесь о цене всего, о вопросах, которые мы задавали. Следующая тема после того, как мы это все сделаем, вот как раз про ивентсорсинг хорошо вспомнил. Очень частый пример в ивентсорсинг-системах, кстати, в проектах, которые я видел, где это есть. Security. Многие такие проекты, мейджор, большие микросервисы системы, по секрету, в частности, наш текущий проект, устраивают security очень несекюрно. Для чего нужно security? Типа залогинить пользователя, понять, кто это был, и чтобы там, если есть право или нет, там сделать что-то. И вообще шикарный ответ. Мы делаем это на уровне API Gateway. А все остальные сервисы? Нужно ли их защищать? И как? От чего? Для чего? По факту нужно понять, что давайте просто разложим картинку. У нас основные какие свойства с точки зрения security могут быть? Как в коммуникации, вот четыре варианта. В security у нас три. Это аутентификация. На каждом уровне на API Gateway на каждом запросе приходит какой-то запрос от какого-то клиента. Нам важно понимать, даже вот здесь, какой клиент отправил запрос. Если Орхан отправил запрос поменять пароль, а айдишку у пользователя отправил там айдишку своего друга Вадика, но он не может поменять пароль Вадика. Несерьезно. То есть здесь мы должны понимать, кроме того, что пришел запрос, у нас изменение пароля по такому-то юзер айди, а кто вообще отправил этот запрос? Это тот самый юзер отправил или не тот самый? То есть нужна аутентификация. И скорее всего оно должно здесь происходить и дальше передаваться эта информация как-то. Второй вариант, второе свойство – это авторизация. То есть кроме того, что мы знаем, что Орхан отправил запрос на изменение пароля своей же айдишкой, то есть типа он сам свои данные изменяет. Ну окей. А есть ли у него право на это? В разных системах такой простой пример, как изменение пароля пользователя может быть обработан по-разному. Например, в одной системе, возможно, пользователь имеет на это доступ, в другой нет. Простой пример. Очень sensitive система, которая выдает внешние API. Кроме того, что наши пользователи подключаются нам через наш веб-сайт, веб-интерфейс, они могут также использовать другие программки, email, email-клиент и так далее. Например, mail-клиент, простой пример, чтобы подключаться к тому же сервису. В third party программка, которая синтегрирована с нашим API. Теперь, могу ли я дать пользователю доступ менять свой пароль всегда и везде? Я говорю нет. Если используется в third party клиент, используется какая-то внешняя программка, от разработчика, которого я не знаю, я ему не доверяю, может произойти следующая вещь. Чтобы поменять пароль, пользователь должен ввести свой старый и новый пароль. и в любом случае при вводе пароля пользователь дает этот пароль, вводит его в окошко в этом приложении. То есть разработчик может по сути этот пароль украсть. Но если этот пользователь хочет поменять пароль в клиенте, который мы разработали, наш веб-интерфейс, так это же мы сами писали этот код, мы доверяем этому. То есть суть вот идет о том, что читача меня за жду строк. Клиент и пользователь, использующий эту клиентскую программу. Это две разные вещи. И когда пользователь является владельцем данных, не факт, что клиент, которым он пользуется, будет иметь доступ на какую-то фичу. Авторизация на нескольких уровнях, на нескольких прослойках. К этому мы еще вернемся. И третье свойство security, третье, точнее я сказал бы даже проблемка, это man in the middle. То есть когда данные передаются по сети, и кто-то или здесь, или вот здесь, иногда вот тут делают HTTPS, а вот тут HTTP. А что если просто взломали нашу сетку, зашли сюда и начинают снифить вот этот протокол. И пользовательские данные о кредитных карточках, о паролях и так далее просто записывают, 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 а потом за ваш счет кто-то покупает Bentley. Ну, как вариант. Или кто-то из наших сотрудников решил немножко разбогатить. Как первый вариант, это TLS, Transport Layer Security, как один из вариантов, первый этап. Как минимум защита от дурака, нужно хотя бы шифровать данные. Хотя бы. А дальше, чаша весов всегда состоит из двух элементов. Performance и Security. Больше Security, меньше Performance. Больше хотим Performance, нужно чуть-чуть меньше Security. В том числе не только Security, всего остального. То есть тут мы уже правильный комментарий, что насколько нам это нужно и нужно ли вообще в данном отрезке. Не обязательно прям везде все шифровать или что-то еще применять. В разных местах по-разному. Об этом нужно думать. Это тоже затраты как времени, так и разработки, так и всего остального. И когда вы хотя бы задаетесь этими вопросами, рано или поздно вы возвращаетесь к пункту авторизации и аутентификации и в голове держим man-in-the-middle проблемку. И давайте просто поговорим о том, что разделять ответственности. Во-первых, Security не обязательно все программно делать. Частично это может быть аппаратно сделано. Во-вторых, как уже было сказано, пользователь и клиент это отдельные сущности. Пользователь это пользователь, но клиент это машина, программа. И не всегда, когда к вам идет запрос, есть факт того, что пользователь вообще сейчас в онлайне и именно пользователь нажал кнопку. Возможно, это было крон-жоба, это какой-то процесс или программка, робот какой-то вам отправляет этот запрос. Нужно разделять, где клиент, где пользователь. И желательно, чтобы клиенты и пользователи имели разные уровни доступа. И мы знали, что какой клиент в данный момент используется. Далее, ну, обязательно, по-любому, если это микросервисы и разные сервисы, то нужен отдельный авторизационный, аутентификационный сервис, то есть аутсервер, сокращенно аут, аутентификацион, и то, и другое. Нам нужен аутсервис, который будет, в общем-то, разруливать все в workflow по security. Кто, когда, как залогинился, какие у кого права, и даже сессии, где хранить сессии. Потому что, ну, к этому вернемся, потому что у нас же микросервисы, микросервисы, в принципе, просто превращаются в или ресурс, или сервис-провайдеры, в зависимости от того, что они дают доступ когда-то к гейтвей каким-то там данным, или они выполняют какую-то логику, которую мы вызываем. То есть это чисто логическое представление. В разных имплементациях security-лейеров оно по-разному называется. Где-то называем ресурс-провайдер, где-то сервис-провайдер, там, в OAUTE, или в SAMLE, или еще где-то, разные имплементации есть. Важно понимать, что, почему мы выделяем аутсервис. Эти сервисы должны быть stateless. State всегда есть, он может быть, но в данном случае security, это вообще не как bounded context, помните? Оно никак не связано с конкретным каким-либо микросервисом. Это часть бизнес-логики security-лейера. А security-лейер отдельный сервис, аутсервис, который хранит информацию у себя о состоянии всех сессий внутри, memory, во внешнем кэше, или где. И все, как по правилу микросервисов, это его база данных, по сути, его хранилище. Все туда, через него должны проходить. С точки зрения контекста, это отдельный сервис, который оперирует всем, что касается security. Ну, хорошо, но это же, опять-таки, за тем же самым аутсервисом хранится. То есть, если мы используем какие-то протоколы security, они чаще всего говорят, что мы не говорим, как ты будешь аутентифицироваться. Ты можешь использовать directory как плагинчик, чтобы там аутентификацию проводить. В итоге протокол, security layer, почему оно называется, то есть, вот тут именно security layer. Протокол взаимодействия с точки зрения безопасности и то, конкретно, какой инструмент используется, где мы матчим пароли пользователей или мультифактор, или что-то еще, там сетчатку, глаза, пальчик и плевок. То есть, ну, это разные подсистемы. И да, directory сервис отвечает за, допустим, аутентификацию, конкретно. Какой-то другой подсервис будет отвечать там авторизационные данные, у кого какие права есть. Но все вместе это security layer и желательно это все за аутсервером хранить. В таком случае, все микросервисы, которые в нашей сетке, они в принципе ни о чем ничего не знают. И если им нужно что-то узнать, они обращаются к тому единому сервису, который за все отвечает. Ведь если все микросервисы будут интегрированы с directory сервис, что случится, если я в какой-то момент скажу, что я не хочу использовать LDAP, хочу использовать MySQL базу. Ну, просто так надо. Бизнес пришел, мы в аутсорсе, бизнес сказал, что делайте так, плевать, я плачу. Кто управляет токеном? Мы про токен не говорили. Мы говорили про то, что каждые микросервисы интегрируются напрямую с этим directory сервисом. Если так, то нужно все микросервисы чуть-чуть переделать. Если мы говорим уже о токенах, к чему мы сейчас дойдем, просто спойлер в двух словах, тогда есть какая-то информация, какой-то набор данных, за которые кто-то отвечает. Это кто? Это аутсервис. Мы можем напрямую использовать directory сервис, использовать какую-то прослойку или даже сервер, типа там, например, по протоколу сам или open-id connect, типа там, какие там у нас есть, forge.org.am, от Red Hat этот, киклок, то же самое. То есть, ну, разные могут быть. Опять-таки же, какой-то сервис, который за все это отвечает, и все микросервисы с ним интегрируются. У него получают это, и у него запрашивают эту информацию туда-обратно, правильно-неправильно. Мы пришли к тому, что есть сервис, который за это отвечает. То есть, мы говорим обаундед контекст. И не нужно это все размазывать, вместо размазывания можно соединить в одной точке, и если нужно, эту точку масштабировать дальше, кластеризировать как отдельный сервис и так далее. Удалось мыслями поделиться? Давай на кофе-паузе обсудим. То есть, сейчас же овервью. И почему это делается? А вот сервис, может быть не сервис, а, допустим, какой-то там директор сервис, ну, опять-таки же, какая-то единица, которую мы называем условно, которая выполняет роль аут-сервиса, она менеджит ваши все сессии. Сессии хранятся там. Учитывая, что она менеджит, в принципе, все сессии, то желательно для этого, вот как было сказано, использовать для обмена информацией не весь набор данных, а какие-то токены, которые очень коротко живут. То есть, токен — это просто ключик к сессии, который можно отправить любому микросервису. Там ничего нет. Этот микросервис, используя этот ключик, может обычный запрос отправлять вашему аут-сервису и запрашивать, типа, кому принадлежит этот токен, какие он права дает, какой клиент, не клиент, какие скопы и так далее. То есть, множество информации связаны с этим. И почему коротко живущие токены? Потому что, ну, отправлен токен? Отправлен. Но если его украдут, то есть, это ключик к сессии. Это должна быть какая-то рандомная единица, которая, в принципе, экспарится через какое-то время. И если даже его украдут, ну, проблем нет. И такие токены, если они экспарятся быстро и так далее, мы их можем даже доверить third-party клиентам. Например, редиректить всех людей на наш API Gateway, чтобы логинились у нас, изменяли пароль у нас. Если залогинились, этому third-party клиенту в ответ просто редиректом туда-куда-то обратно, ну, условно, если это веб, допустим, выдавать тот самый токен, на основе которого он, в принципе, ваш пароль не видит, ничего не видит, но у него есть токен, на основе которого следующие 5 секунд может работать в системе. И постоянно вот с таким флоу работать. То есть я намекаю на такие имплементации, как у Out 2.0, например. Самый второй тоже там с грандтипами и множеством. То есть можно придумать свой велосипед. Как минимум три варианта уже я назвал. То есть важно, что нету плохо или хорошо. За сколько это вам обойдется? Что-что? А в этом поговорим сейчас. И, собственно говоря, про имплементацию Out-сервиса. Выбирая какой-то авторизационный сервис или решив написать свой какой-то вариант или просто просматривая, к чему стоило бы обратить внимание. Было бы очень хорошо, если этот сервис будет позволять выполнять несколько флоу для разных типов клиентов. Например, клиент может быть из веб-браузера работающий, может быть мобильное приложение нативное, может быть десктопное приложение или какое-то специфично другое приложение. Например, JavaScript, код, ангуляр или реактное приложение. И было бы очень классно, если Out-сервис позволяет разным клиентам, например, если мы только работаем по редиректам, не браузерные клиенты не могут с нами синтегрироваться. То есть разным клиентам дать возможность в любом случае интегрироваться. Если вы свое что-то делаете, об этом нужно думать. Желательно эти сервисы, ну, смотря, насколько у вас большая система, если большая, как Google, Facebook, которые выдают API всем, чтобы поддерживало Single Sign-On или же как минимум локальный Single Sign-On на уровне наших микросервисов, что если я раз залогинился в систему, чтобы выполнить одну команду, которая включила в себя первый, второй и пятый сервис, а потом отправил другой запрос, который третий включает, но на третий я не логинился, но я не должен логиниться заново. То есть Single Sign-On даже локальный может быть с точки зрения мы залогинили систему и все, мы уже залогинили. В Out-сервисе есть наша сессия. Нужно понимать, что все сервисы должны иметь доступ к этому и поэтому доступ уже дальше узнавать, есть ли у человека право отправлять этот запрос или у этого клиента. Плюс Fine-Grained Authorization. По сути, самый простой, глупый даже сказал бы пример, если REST endpoint взять, утрированный, не глупый, а утрированный, то на каждый REST метод хотя бы отдельная проверка каких-то кастомных прав. То есть не то, что у этого микросервиса, знаете, вот shared ключи используют. В BuildShared ключ все методы этого микросервиса можно вызывать. Ну, это не является Fine-Grained Authorization. А когда у меня 10 endpoint, и на каждый из них нужны какие-то права, которые дают доступ на каждый конкретный endpoint, это уже гранулярная авторизация. Что такое токен и как оно работает? Это может быть, вспомнили JVT, сейчас мы туда дойдем, это может быть какая-то random string, которая как ключик используется к вашей сессии. Грубо говоря, на основе нее мы можем понять, какая у вас сессия. По сессии, точнее, какая просто сессия, да, у вас. По сессии мы можем понять, кому она принадлежит, авторизация, аутентификация. Какие права у этого, кому она принадлежит, авторизация. И даже можем понять, когда она должна быть заэкспаринута или экспарировалась, ли она уже и так далее. И даже сам токен может хранить зашифрованную информацию о том, там, экспар, экспар. При таком случае, как этот флоу работает, клиент отправляет тот самый токен, просто давайте рассмотрим, на наш API gateway. Вот тут есть аутсервис наверху. Как правило, дальше передается информация о том, что клиент пришел, у него нет токена, ничего не отправил, просто запрос, правильно? То есть он никак не зашел еще, не вошел в нашу систему. Идем на аутсервис, может быть, если веб, допустим, мутерируемый пример, его можно заредиректить, запроксировать на какую-то веб-страничку или еще как-то. Если там API integration, то по-другому. Просто запросами. Отправили запрос, логины, пароли или другие какие-то креденчалы, данные. Если все не ок, там ошибка, если все ок, мы возвращаем ему токен. Теперь клиент заново отправит этот запрос, условно, утрировая, только вкладывая этот токен. И это может быть даже автоматом редирект за клиента. Токен есть, правильно, вот этот смайлик. Токен API gateway заново проверяется на аутсервисе, идет запрос. Токен есть, есть настоящий, ненастоящий, какая сессия, какие права и так далее. Если все ок, мы передаем вот тому самому микросервису, которому нужно там отправить этот запрос. Он тоже самое делает, проверка токена. И передает, если все ок, дальше информацию, если есть права. На этом микросервисе мы тоже самое делаем, проверяем, есть ли у этого человека доступ и, короче, на каждый один запрос столько же практически, почти столько же запросов на аутсервис, что масштабирование убивает. В два раза больше запросов. Так, отсюда, то есть вот примерно такая картина, если все стрелки показать. Есть стандарт, называется JSON Web Token. Что это такое? Это тот же самый access token для доступа в систему, только теперь это не какая-то рандомная строка, а JSON, в котором есть информация о том, какой это пользователь, email, имя, фамилия, какие у него права, список просто ролей, permission, authority, как называйте, как хотите. Там какой-то expiry date и тому подобное, который идет encoded, шифруется, допустим, RSA, публично, ну, симметрика, асимметрик алгоритм, то есть public-private ключом. То есть мы private своим его шифруем и еще и декодим его в base64, точнее, энкодим. И потом у нас получилась такая рандомная строка. Отправляем ее как токен. И этот токен может прочитать только тот, у кого есть публичный ключ, чтобы дешифровать. По сути, чтобы валидировать такой токен, если запрос пришел на получение токена, мы его также выдали, все ок, теперь с этим токеном к нам сюда зашли. Что произойдет дальше? Чтобы валидировать такой токен, не нужно ни единого запроса out-service. Достаточно внутри иметь публичный ключ как нюансы имплементации. Достаточно безопасно. И просто дешифровать. Если мы уже получили JSON, удачно дешифрованный, то все токен валидирован. Там хранится информация, когда он должен быть экспайрент, если все не экспайрент, ок, идем дальше. Какие права, если права есть, сюда. Отсюда то же самое, напрямую сюда, то же самое, и вот вам стрелочки. По сути, мы сделали, что мы вот эти прозрачно нарисованные стрелки, эти шаги просто убрали. Почти в два раза меньше. Ну, не в два раза меньше, но намного меньше. Если нагруженная система, можно уменьшить токенную проспекцию. Да, 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 кстати. Вот это кэширение тоже классный вариант. И единственное, что я хотел бы здесь добавить, цена. Помним вот этот слайд, который часто появляется? Давайте вернемся. Цена использования JSON-web-токенов или access-токенов заключается, например, в чем? Если вы хотите сделать логаут, обратите внимание, если нет на каждом этапе проверки, пользователь сделал логаут, а токен уже ушел в сеть. И он живет еще, допустим, три секунды или три минуты. И если запрос идет, даже после логаута микросервисы будут считать, что можно работать. Сессия еще активна, токен не экспаринутый. Эта задача решается разными сложными, комплексными и несложными вариантами. Даже при использовании JSON-web-токена можно сделать так, чтобы логаут как-то работал с синхронизацией, кэши, проверки. Или, допустим, у нас в проекте мы сказали с ребятами, типа, пошло оно к черту и просто используем access-токены, потому что в данный момент масштабирование нашей системы позволяет нам, наши ресурсы позволяют использовать просто access-токены, без JSON-web-токена. Зато у нас логаут стопроцентный. Если был логаут, то при следующей проверке он сразу скажет, нет, стопе, сессии нет. То есть, это та самая цена, минимум, кроме имплементации еще в процессе бизнеса, которую готовы ли вы платить, потому что есть JSON-web-токены и вы хотите логаут, как самый простой пример. С этим нужно будет много работать. Ну и напоследок, на самом деле, вот эта дополнительная тема, которую я в конце уже решил просто как бонусом добавить, что давайте и это в нагрузку будет. Хотелось бы просто на уровне дискуссии поговорить о надежности нашей системы. В принципе, на security можно было бы остановиться и дальше сказать, что свободное плавание. Если вы уже с этим работаете, в что я верю, что большинство из вас уже с микросервисами или работает, или знаком, то вам все ок. Если даже вы новый человек в этом и только-только начинаете об этом читать, думать и говорить, то в принципе, опять-таки же, можно было бы на security остановиться, дальше остальное как бы можно уже копать по мере надобности. Ну, решил я добавить надежность, потому что есть буквально пара нюансовых моментов таких и паттернов, которые хотелось бы обсудить. Точнее, просто как минимум рассказать, если вы с этим не знакомы. А именно, надежность системы. В случае монолита это надежность кода. В случае микросервисов, кроме надежности кода, это еще, помните, про DevOps говорили, другие там подобные вещи. Надежность платформы, инфраструктуры. У нас всегда есть сеть, при этом еще и нагрузка может варьироваться. И у нас есть коммуникация через эту сеть с разной нагрузкой, то есть, ремонт-процеджер-кол, а точнее, механизмы и механика того, как это происходит. Кроме протокола, это еще и код, который написан, который отправляет запрос, ждет ответа. И его можно по-разному писать. В зависимости от этого, система может быть более или менее надежной. И может произойти ситуация всегда, когда, как ранее было упомянуто, или сеть где-то откажет, или какой-то сервис будет недоступен по причине, что подсетка отказала, или по причине перегружен, медленно работает, перестал отвечать, 500 internal server error, какой-то exception и так далее. В этом случае очень важно понимать, что мы же говорим постоянно о масштабировании. Но как масштабироваться? Если это какие-то очереди сообщений, там такие принципы, как типа consumer group, partitioning, если вы знакомы с Rabbit, с Kafka и другими системками современными, там все ок, мы сделаем это. Что если это обычные рестовые сервисы? Вот самый простой вариант имплементации микросервисов, вот для ленивого, чтобы ничего не придумать, если я ничего еще не знаю, просто вот здесь и сейчас, просто взять и quick start, это взять и HTTP использовать между ними, API. Самый простой, легкий, доступный вариант практически во всех фреймворках. Но в данном случае как же все-таки масштабировать микросервисы? То есть суть идет о том, что это сеть. И в рамках сети может возникнуть проблема, что сервис недоступен. Для этого то есть сеть отказала. По сути речь идет о координации сервисов, когда мы можем представить несколько альтернативных маршруток. То есть, например, поднять три инстанса, масштабирование. Но для решения не просто масштабирования, а для решения именно проблемы, когда, допустим, direct communication идет, peer-to-peer коммуникация, direct. И в этом случае как представить такую возможность? Чисто условно-абстрактно можно просто три сервиса в разных подсетках поднять, даже если какая-то подсетка физически упадет целиком, то другие подсетки, скорее всего, еще и доступны. И это можно сделать применением паттерна service discovery. То есть, речь идет о динамическом расположении сервисов. То есть, они независимы друг от друга. Есть какой-то консюмер, микросервис, который отправляет запрос другому микросервису. У него роль продюсера. Один микросервис может быть и консюмером, и продюсером. Чтобы деплоиться в любой момент, куда попало, и даже не хардкодить хосты, порты, чтобы если какая-то подсетка упала, но нам нужно количество инстансов восстановить, чтобы в других подсетках поднять заново инстансы, мы делаем что? Телефонная записная книжка, адрес бук, который мы называем реестр сервисов. Это еще один сервис, который принимает запросы от каждого микросервиса, который выступает в роли продюсера при инициализации этого сервиса. То есть я стартанул, отправляю туда запрос с моим названием, каким-то там x-стринга хост-порт свои координаты. А каждый консюмер, микросервис, который должен мне отправить запрос, который в принципе его напрямую отправляет, перед тем, как его отправить, периодически может заходить сюда и опрашивать карта, мапа, где кто находится. А потом по названию из этой мапы я получаю, мне нужен аккаунт-сервис, какие у нас инстансы, а вот три инстанса доступны. И выбираю какой-то из этих инстансов и напрямую ему отправляем запросы. Но чтобы эта карта была адекватно актуальной, вот эти продюсеры, кроме того, что во время стартапа отправляют запросы сюда, периодически раз в n секунд еще отправляют хардбит, так называемое, сердцебиение, стук, я жив, я жив. Например, раз в 30 секунд. И приводит это все к тому, что этих продюсеров можно поднимать сколько угодно, где угодно, единственное требование, чтобы они знали, где находится вот этот сервис-реестер и консумеры знали, где он находится. То есть масштабируемся горизонтально по надобности. Дополнительно, это нам дает возможность еще load-балансинга на стороне клиентов. Это еще один паттерн, client-side load-балансинг на микросервисной архитектуре, когда сервер-сайт, это когда мы поставим какой-то load-балансер компоненту сервисную или даже проксирующую или просто перенаправляющую, которая там Nginx какой-то, которая будет это все делать. Она может общаться и с discovery-сервером. Когда мы используем множество разных стеков разных языков, это рабочий салюшен. Когда стеки более нативно близки друг к другу, там более меньше стеков и плюс как бы в рамках одного и того же фреймворка, может быть даже не обязательно одного, можно использовать паттерн client-side load-балансинг. То есть зачем на каждый сервис еще и поднимать load-балансер или не на каждый, но на какое-то там количество. Это еще один сервисный компонент, который прожирает ресурсы. Можно здесь перед тем, как отправлять этот запрос, у нас же есть все инстансы на ладони. По любому нужному нам или этому консюмеру алгоритму выбрать очередной следующий инстанс и балансировать нагрузку между всеми инстансами. Ну и собственно говоря, единая точка single point of failure. Если эта штука упадет, все упадет, ее просто нужно уметь кластеризовывать. Это может быть свой салюшен, это может быть готовый discovery сервер типа Netflix Every, консул от HashiCorp или там Apache DoKeyper или что-то еще там. То есть то, что вам подходит. То есть есть готовые салюшены, серверы, клиенты. Можно самому что-то подобное реализовать. И мы еще и ушли от hardcode, кто где находит, то есть масштабирование выросло за счет этого тоже. Когда мы это все сделали, это нас не спасает от нагрузки все еще. У нас какое-то фиксированное масштабирование. Если большая нагрузка идет в пиковые часы, например, или рандомно в какие-то моменты резко нагрузка выросла, нет гарантии, что ваша система выдержит это. Если вы, конечно, если эта нагрузка не в рамках того, что вы уже заранее просчитали. И одна из проблем, одна из проблем, которая может возникнуть, от которой, если защититься, мы еще чуть больше круг там проблемы охватим, живущим своим решением охватываем, это то, что во время пиковых нагрузок за счет того, что сервисы просто перегружены, они начинают чуть медленнее работать. Это может быть связано с тем, что очереди сообщений переполнены. То есть не сервис долго работает, а, допустим, канал связи. Это может быть связано с тем, что сам сервис перегруженный, ресурсы выжарились все на тачке и дольше начал работать. И возникнет может такая ситуация, когда какой-то путь может быть… Вот эти стрелки, кстати, означают, что и веб-апи, и мобайл-апи все четыре микросервиса используют, если что. Может быть, что вот тут запросы медленнее работают, тут вообще перестали работать. То есть был какой-то тайм-аут на уровне API Gateway поставленный и все это медленнее, чем этот тайм-аут проходит. Пользователь в итоге вообще всегда никогда ничего не получает. Как решаем задачу? Стандартный вариант опять. Горизонтальное масштабирование и лот-балансинг, о котором мы уже поговорили с помощью даже Discovery сервера и плюс даже с помощью Message Queue, там, партишенинги и консюмер-группы. Ну, давайте вернемся просто к Discovery, потому что тут оно более такое, да, Direct Communication, тут оно более sensitive получается. И что мы можем сделать? Например, давайте на каждый желтый и красный сервис добавим по одному еще инстансу. И получится примерно так. Желтый стал зеленым, красный стал теперь желтым, правильно? Чтобы улучшить ситуацию, нужно еще там желтеньких одного добавить и он, возможно, станет зеленым. Условно. То есть, по мере надобности, так как у нас уже есть Discovery, мы можем, в принципе, задеплоить столько инстансов, сколько нужно. И сделать это вручную тогда, когда нужно. Рабочий solution, но, во-первых, deployment, он требует время. То есть, когда мы узнаем, что эта проблема уже есть и плюс время на то, что мы раздуплимся, чтобы задеплоиться, не будет ли уже поздно, может, проблема уже будет исчерпана или просто все пользователи уже ушли к другому вендору. Более того, не real-time solution. Но нужно здесь и сейчас, возможно, у нас настолько быстрая система, чуткая, что это секунды могут быть. С другой стороны, нет автоматизации. Даже если мы задеплоились вовремя, а в какой-то момент эти ресурсы просто простаивают, нужно undeploy сделать. Кто downscale сделает? Когда он это сделает? Как? То есть, много вопросов остается открытыми. То есть, тут мануальщина. Нужно вручную делать. Это цена, которую мы платим, людей занимаем. Еще и не real-time. Не факт, что оно вовремя будет сделано. Но можно было бы все сделать автоматически. Какой-то автоскейлер, там, сервис взять, разработать, заюзать, там, и сказать, что окей, теперь это делать автоматом. Но тут тоже есть минусы. Автоматом оно выведет все, типа, в теории, вот в зеленую зону. Все классно. Но, что будет, если исчерпаны все ресурсы серверные? Например, нету больше серверных слотов, куда задеплоить новый инстанс. Может же быть. По сути, автоскейлер это еще один, скажу на английском, pain in the ass. То есть, во-первых, за ним нужно ухаживать, во-вторых, чаще всего мы их сами разрабатываем, наши девопсы, скорее всего, в основном, правильно еще и разработать, чтобы он метрики правильно следил и ресурсами правильно управлял. И более того, что случится, если он зафейлиться, заапскейлить или задаунскейлить, задеплоить или убрать какой-то инстанс? Все равно нужно ручное вмешательство. И как быстро это будет? Насколько эффективно это будет? В любом случае, есть какая-то цена, которую вы платите. Вам нужно просто определиться, какой вариант вам нужен. Допустим, в маленьких проектах возможно эффективнее вручную делать. В больших, огромных, масштабных проектах лучше в автоматизацию применить, а потом по мере надобности уже девопс-команда или какие-то саппорт-инженеры будут за этим следить и, если что, по метрикам, по алертам выравнивать шероховастости. И финальный штрих, который остается после этого всего вот это наподумать, вот реальное решение проблемы RPC-механики. То есть мы отправляем запросы. Запросы это вот так вот стэк вызова сервисов поочередных. Итоговый стэк определяет, какой финальный результат будет возвращен пользователю. Могут быть две ситуации. Например, что если какой-то сервис периодически фейлится? Иногда правильно работает, иногда с эксепшеном выдает и какой-то 500 интернал сервер. И что если, то есть как бы 50 на 50, то есть половина пользователей получат результат, половина нет. А что если вот тут финальный вот этот сервис, кроме вот этого параллельной кишки, вот тут красненькая, то есть сеть не работает. То есть даже если этот сервис в 50% случаев работает, в итоге, пока мы сюда дойдем, все равно пользователь получит ошибку. Потому что он никогда не будет удовлетворен. Реквест именно. Теперь разные вопросы, типа как решить, метрики собирать, смотреть и как бы решать будем по месту. Все круто. Но я хочу обратить ваше внимание на одну важнейшую проблему, на мой взгляд. Могу ошибаться, может быть, кто-то считает что-то более важнее. Для меня это достаточно важно. Иногда пользователю просто придется ждать, чтобы получить сообщение об ошибке. Пользователь не должен ждать информацию об ошибке. Пользователь должен ждать результаты. Если мы знаем, что вот это червоточина, вот тут вызывая этот сервис за счет следующих каскадных вызовов, все равно будет ошибка. Не нужно отправлять запрос вот по этому длинному пути. Нужно заранее сказать пользователю сори, но вернись, пожалуйста, через 30 секунд или выдать ему какой-то другой результат. То есть мы сейчас намекаем на реактивные системы, а именно responsiveness. То есть если есть ошибка, нужно сразу о ней заявить. По сути метрики. Если мы собираем метрики, мы можем реагировать на такие ситуации. То есть пару пользователей обидим, а остальных предупредим как можно скорее. чем каждый раз пускай ждут. А что если у вас еще и тайм-ауты на этом всем висят и так далее. То есть ну это же будет нехорошо. По сути нужно системе чаще всего дать возможность отдохнуть, восстановить ресурсы, допроцессить свою очередь. Иногда не в этом дело. Ну как бы тут уже когда не так, то по ситуации решаем. И в большинстве случаев нас спасает конкретный вот возможный вариант, один из возможных вариантов, это например давайте на каждый вызов метода в удаленных на стороне вызывающей стороны поставим просто тайм-аут. Определим сколько времени мы готовы ждать для того, чтобы вот конкретно этот запрос по сети был выполнен. И все, что медленнее этого тайм-аута считать в том числе ошибкой, чтобы не заставлять пользователя ждать больше, чем надо. если мы говорим пользователь итоговый результат по этому пути, по этому маршруту получать должен за одну секунду, все, что полторы секунды или тысячи сто миллисекунд плевать. Все, ошибка, вернись через там пару минут. Далее, что мы можем сделать? Мы можем определить какие-то пороговые значения. Например, если количество ошибок за последние две секунды превысило там пятьдесят процентов, можно считать, что тот удаленный сервис не работает или там семьдесят пять процентов. Просто забить на него вообще. Всем пользователям говорить, что он не работает. Возможно, ему нужно время отдохнуть, восстановиться. Возможно, просто скинуть алерт девопсам, которые этот сервис прибьют и поднимут на другом хосте. А через discovery, через n секунды он станет доступным и все отработает. Вариант. И в таком случае нам нужно так же, как мы сказали, тогда еще и уточнить время на восстановление системы. Если мы решаем, что вот сейчас мы будем условно считать, что оно все, не работает, сколько времени мы готовы ждать, дать нашей системе на восстановление, пока пользователи будут получать сообщение об ошибках сразу. То есть, не вечно же это делать, там, секунду, две, полсекунды. После этого всего, кроме того, что мы дали время на восстановление, пользователям нужно же какое-то сообщение, какой-то отчет об ошибке дать. Правильно? То есть, нужно какое-то так называемое fallback значение, когда мы просто говорим, что вернитесь через 30 секунд или там какой-то error message, error status. После этого, когда мы прерываемся на восстановление, если этот порог указанный был достигнут и возвращаем всем fallback значение, по сути, можно этот эффект каскадно от сервиса к сервису, от сервиса к сервису до самого root корневого просто передавать. Вместо того, чтобы просто возвращать дефолтовое значение, вызывающая сторона может также иметь просто какой-то кейс, проверку на логику, что если это то самое значение, то тоже считаю это ошибкой. По факту, наверное, вы уже узнали. Кто-то узнал, о каком паттерне идет речь? Да. То есть, это circuit breaker. Очень простой паттерн, который часто используется, ну, не часто, всегда используется и должен использоваться в микросервисах системах, где идет запрос в сеть. Я не помню случая, когда его не применяли. Просто я не помню. Я могу ошибаться. То есть, говорит он о чем? Есть три состояния. Перед тем, как мы отправляем запрос, то есть RPC call, там должен быть механизм, который делает следующее. Все запросы отправляются в сеть. То есть, successful режим. Circuit breaker это автомат электрический, который у нас у всех дома, там в офисах сидит. То есть, просто короткое замыкание он выкидывает, когда мы пришли, что все восстановилось, включаем его обратно. То есть, как только есть пороговое значение, которое превышается, количество ошибок за указанный интервал, больше, чем мы хотели бы, то мы переходим в зону красный, open. И в этой зоне fallback значения, вот это fast fail режим, когда вместо того, чтобы отправлять запросы в сеть, мы просто возвращаем вот это дефолтовое значение, вычисляемое. Желательно, чтобы это не была константа, а какой-то метод, который может даже на основе exception какие-то разные значения в разных случаях скидывать. И через время, которое как recovery time считалось, мы переходим в режим half open, полуоткрытый, когда один первый запрос, случайный, мы отправляем в сеть. И тот же самый recovery время все еще ждем тут, пока этот запрос или не вернется, то есть, или вернется, и мы засчитаем, что все в зеленой зоне, или оно не вернется, и мы обратно вернемся в красную зону до тех пор, пока все не восстановится, и мы не уйдем вот сюда. И все работает. То есть, даем время на восстановление. И что получается? Это full tolerance плюс latency tolerance. Мы следим за ошибками плюс за тайм-аутами. Но можно это все, по сути, намного больше упростить. И в имплементациях таких современных это делается как, по сути, тайм-аут, это с точки зрения Java, например, это может быть thread тайм-аут. То есть, тайм-аут exception. То есть, вообще упростить, просто следить за exception. В зависимости от того, какой тип exception, считать, что это или тайм-аут exception, или что-то еще, какой-то IO exception, или какой-то другой HTTP статус, там 500 вернулся. И этот паттерн мы применяем обычно на стороне вызывающей. Кроме того, что мы его применяем на стороне вызывающей, мы можем также с этого еще и собирать метрики. Например, статистику, сколько, где, когда, всего прошло, не прошло, в данный момент в real-time, где, какие статусы. То есть, это можно визуализировать, используя готовые компоненты Circuit Breaker, можно свое что-то написать. И более того, если ошибка была вот на этом красном сервисе, и вот как уже ранее говорилось, этот Circuit Breaker включился, он может вернуть некое значение, которое и даже на уровне API Gateway мы можем, ну, в данном случае можно было бы на уровне API сервиса даже, просто воспринять, как ошибку, а не просто как значение, которое вернулось, даже если это fullback значение. И среагировать пользователю, вернуть какое-то мнимое, понимаемое им значение об ошибке или просто результат, который пользователь воспримет нормально. И не так, что, блин, я 15 секунд ждал, чтобы получить отчет о том, что оно 404 not found. А что, типа, сервис из unavailable или что-то еще, или просто часть данных вернули, часть сказали, нет доступа, или там, типа, еще что-то. Но это мы сделали за полсекунды. А если вообще ничего не работает, за 10 миллисекунд вернули или там за 100 миллисекунд вернули ответ, что ничего не работает. Ну, работает просто на 80% плохо работает. и все это метриками покрываем. Девопсом, саппорт темам, все это проходит в реал тайме. Все всегда знают, если нужно ручное вмешательство, ручное. Если нужно, не нужно, если оно само разрезовывается, сейчас очередь доиграется, через 5 секунд все будет нормально. Смотря, что за система, насколько это для вас важно. я понял вопрос. Ты имеешь в виду то, что сколько мы заблокируем, если у нас несколько нот. Правильно? Не совсем. Смотри. Circuit Breaker, фактически в Circuit Breaker мы оборачиваем тот метод, который делает запрос в сеть. И fallback значение ни в коем случае не должно делать запросов в сеть. Желательно не делать вообще или хотя бы на тот сервис. Но вообще желательно нет, ни во что, никуда, потому что, возможно, вокруг нашего микросервиса тупо упала вся сетка. Поэтому fallback значение должно быть дефолтовым. Какое-то значение. А в случае отправки запроса на сервис, когда у нас n инстансов, там 5 инстансов, и только один из них недоступен, мы же с threshold считаем по процентному соотношению, правильно? 100% это 5 инстансов. У нас падает только 20%, если один всегда недоступен. А какой наш порог? Допустим, 50% или там 75%. Значит, Circuit Breaker просто не включится, не войдет в красную зону. Частично какие-то юзеры будут получать информацию об ошибке. Он войдет в красную зону только тогда, если хотя бы 4 из 5 будут недоступны. А информацию о том, что один недоступен, но мы 20% пользователей заставляем ждать. Это как бы норм, если мы об этом репортуем в наших алертах. Наши DevOps-инженеры, девелоперы этого сервиса в том числе тоже могут получать, у меня, например, на телефончике есть программка, в которой я получаю ивенты по своим сервисам и дни, когда я дежурный. просто сообщаем девопсам, что, ребята, там, короче, оно глючит, разберитесь. На стороне клиента. А клиент – это каждый микросервис, который дальше вызывает другой. Но load balancer в случае использования client-side load balancing паттерна, по сути, да. То есть, можно имплементировать по-разному. Можно обернуть каждый самостоятельный инстанс в отдельный circuit breaker, но чаще всего то, что я видел, это вызов RPC целиком на какой-то микросервис мы в circuit breaker. На клиенте этого микросервиса, клиентской либы, который вот ему отправил запросы, мы полностью в circuit breaker оборачиваем. А в рамках уже обернутого вот этого метода он, конечно, внутри еще и load balancer на разные инстансы. И нагрузка делится так же, как ситуация об ошибках делится на количество инстансов. Я вас не просто шоколом на руках, а мы не знаем, мы на какую логу попадаются. Да, мы не знаем. Он просто делишь на 5 или на n количество твоих инстансов. Если тебе нужно точно знать, где, опять-таки же, ты собираешь просто в real-time метрики, куда-то что-то закидываешь, какую-то статистику, и если что-то где-то начинает вот так глючить, даже если circuit breaker не реагирует на это, то другая часть системы может об этом нотифицировать кого-то. Ну, то есть микросервисы без метрик вообще никак, потому что, ну, сервисов может быть много. За всем не уследишь. Да. Да. Так, я вам говорила про у нас звичайные микросервисы, вот там целей у нас есть, да, и у нас есть вот цей ревень, где есть веб-аппи, там, веб-аппи, и фактически цей ревень, это как раз и ревень, где вы монетировали бизнес-просервисы. Да. А есть у вас практики на досвиде менять, скажем так, какие-то части микросервисы на архитектуре в целом своей системе, заменять, какие-то сервисы с подходами или чин-то таким. Да, да. Это уже просто, ну, это отдельная тема. Вопрос деплоймента. То есть мы можем деплоить микросервисы, могут быть какими-то условно сервисами под каким-то обсервером. Это могут быть просто функции сервера из платформы, когда это функция, которая вызывается в нужный момент, то есть она на разных машинах есть, просто код, который вызывается кем-то, кто прослушивает какой-то там HTTP канал, например, да, то есть какой-то платформенный модуль. Это может быть принцип дейта микросервисов, когда мы все сервисы снабжаем или input, или output, или input-output каналами, и все работает на QH, то есть деплоимся без каких-либо вообще веб-серверов, и в том числе это не серверность пока что, но через QH и работает. То есть уже я назвал три варианта. Может быть деплоимент платформы, которая там по-своему все это делает. По сути, чаще всего это ап-сервера мелкие там типа Jetty, Tomcat и там подобное в контейнерах типа Docker, например, или это серверность на какой-то платформе Amazon, Kubernetes и так далее, Cloud Foundry, или же какие-то другие альтернативные солюшены между, связанные с месседжинг подходами. То есть как именно, неважно. В зависимости от того, если мы сделаем серверность, у нас очень гранулярный. Получится каждый метод, практически каждая функция это отдельный микросервис. Но по факту это не микросервис, а кусок кода, который вызывается в тот момент, когда именно к нему обратились. По сути, это тот же маппинг, который на контроллере мы поставили на сервисный объект, метод. Просто в этот раз контроллер не в нашей программке, а где-то в платформе, который вызывает наш метод из жарки по рефлекшну, например, по названию и передает туда параметры, выполняет его. На Amazon это Amazon Lambda, который даже чарзит вас, то есть деньги снимает только за то время, в который ваши методы вызывались, функции точнее, и сколько ресурсов они протратили. То есть если ваша функция не вызывалась, вы отдыхаете в плане затрат денег. То есть это в деплоймент. В эту тему оно не входило, но это отдельная тема про деплойменты. Мне просто больше будет цікаво, если не было каких-то таких major тропедий на практике, когда вы заезжали серверы для того, чтобы, например, проводить инвестии между сервисами, и это вы уже знаете, дорожчий деплоймент. Мне серверы очень нравятся. Мне очень нравится именно подход к Data Microservices как SyncSource процессоры. И нравится серверы тем, что когда мы, вот помните, микрослово было зачеркнуто, когда большие сервисы с множеством API на них, это вот реально монолит маленький просто. Вот это много маленьких какашек. Когда они намного мельче, это больше кода, больше структурно, больше элементов с точки зрения девелопмента, за которыми нужно следить. Однако, в таком случае мы можем наш бизнес-флоу строить не из микросервисов, которые по цепочке друг друга вызывают, а из разных кусков кода, которые в роли микросервиса участвуют. И мы просто бизнес-флоу можем визуально какими-то метатулами, там Spring Cloud Data Flow просто нарисовать этот отправит сообщение сюда, результат этого скинь сюда, и вот результат скинь сюда. Нарисовать даже визуально. Завтра нужно поменять workflow по бизнесу, мы просто отсоединили, добавили нужные компоненты, переделали, или это пайпами в командной строке описать, как по Unix пайпами, передав нужные данные. То есть эта возможность появляется, и она очень классная, мне она очень нравится. И в event-сорсинг-системах она очень применима, классная. Ну, это уже просто отдельная тема, об этом полдня еще можно поговорить. Вот. Сейчас, чуть позже, еще будет секция вопрос-ответ, и я просто хотел бы резюмировать то, что мы с вами обсудили сегодня. По факту, мы говорили с вами о переходе из Monolith в микросервисы. Как в случае, если мы уже существующее приложение будем переделывать, и в том случае, когда мы хотим микросервисы, но не до конца уверены, как правильно это сделать, можем начать с Monolith и неправильный Monolith превратить в возможный будущий правильный микросервисный ап. Мы обсудили, что базы данных, сказали причины, почему нужно базы данных делить. Надеюсь, запомнилось, если кто-то, что-то где-то не так, задавайте вопросы. Мы обсудили Packaging, что, к чему это может привести, там мы вспомнили Distributed Monolith, разные вариации, как, что, где, накинули информацию, о чем подумать. И коммуникацию тоже разделили на именно составные части с точки зрения свойств, какая она есть, где 4 свойства в двух осях сказали, что можно по 2 их парно смерджить и сказать, что вот нам этот вариант больше подходит. А потом на основе этого варианта выбирать тот технологический стэк, который позволяет это симплементировать. Дизайн API обсудили, что API должно быть как гранулярно на каждом микросервисе. Если это серверлесс, то это вообще не гранулярно, а один микросервис, один кол, то есть функция просто, или с другой стороны на стороне клиентов, что кроме того, что выдавать общий API на всех клиентов, нам нужно еще задуматься о разных типах клиентов и еще возможно о версиях задуматься, что в будущем мы будем развиваться. Тут best practice, пока есть возможность добавлять новые методы в API, мы добавляем. Если нет возможности, то возможно стоит уже придумать новую версию API. Консистентность данных обсудили и чуть-чуть поговорили про event sourcing. Это очень-очень чуть-чуть, это даже не вводное. То есть это очень чуть-чуть. Просто хотелось бы вам напомнить, что есть такое и сказать, что это сложно. Но это возможно, это работает и очень даже классно работает. со своими погрешностями с точки зрения сложности в программировании и сложности в поддержке этого всего. Но это рабочий solution, который дает вам плюсы именно независимости и всех других принципов, за счет которых мы говорим, что система не сервис-ориент это очередной вариант, а именно микросервисная система. И после чего мы с вами обсудили security, именно concerns, то есть о чем стоит задуматься. Кто-то может быть согласен, кто-то нет. И с удовольствием вообще вот спасибо большое. Рад тому, что добавили именно вариации. Важно понимать, чем мы озабочены, чтобы эти вопросы решить. После надежность системы. Пункты местами можно поменять в имплементации. Можно не менять. По сути, это просто набор, джентльменский набор минимальный, на мой взгляд, на сегодняшний день. Того, о чем нужно задуматься, чтобы просто правильно начать разработку микросервисного приложения. а дальше здесь очень многого не хватает и что-то даже можно убрать. Уже по конкретному ситуации, по конкретному кейсу, по конкретной ситуации в вашем приложении. И наша история именно вот была о том, что какой ценой это все вам обойдется, сколько денег, сколько времени и сколько человека часов мы на это потратим. Согласен ли вы ваш менеджмент или вообще кто-то еще тратить эти ресурсы? Микросервисы это всегда затрата ресурсов. То есть, это не маленькая штука. У меня были проекты с тремя-пятью микросервисами мелкие, которые на веселе так проходили, вообще шикарно так работали, масштабировались. Но в реальных больших проектах это не весело. Это достаточно трудоемко. Поэтому микросервисы лучше использовать там, где они действительно нужны. И сегодняшняя история про цену всего этого именно была про это, что возможно, стоит начать с монолита. Возможно, вам еще не нужны микросервисы. Но если вы хотите, напишите тот монолит, который правильно структурирован, готов для современного микросервисного разбиения на микросервисы. А дальше по мере надобности, если оно действительно вам понадобится, вы просто будьте готовы к этому. Но микросервисы это не панацея. Это классная штука современная, которая кому-то надоела, кому-то еще очень интересно. Но это всего лишь один из вариантов, как это сделать. Иногда правильно, иногда неправильно, например, в случае дистрибьюнтен монолита. Это все на сегодня. Ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok